Да подождите, сначала я про голубей зашёл, потом там говорим. Я спрашиваю, сколько общее количество примерно? Мне надо узнать корм, сколько вы готовите. У меня общее количество. Там, на зиму, в зиму, поскорее. В зиму? Я пять книжков беру. Как? В зиму я оставляю, у меня около 60 штук. Так, ну подождите, я сейчас... Да, в общем, у меня иногда было так, сейчас около 45, у меня на трёх голубей от них. У меня тоже за четыре голубейки. Вот, потом там голубейки, там... Больше, конечно, второго священника встречаю, который любит голубейки и держит при том. И в Тобольске отец Алипий, запомните его. Удивительный человек. Он иеромонах, но сколько у него разных голубей, как он провозит их, показал сумку, и как заходить, говорит, чтобы проводники не видели. Со справками, он у него отовсюду. Вы знаете, я замаялся, как куда поедут, двух... Вот сюда и прячу их, потом на улицу выхожу в этот, в тамбур, попою их тихаря, с какой-нибудь кружки, а потом опять прихожу, или с руки прям рот открываю, накидаю им пшенички. Я один раз по пять, по шесть штук провозил, вот. На себя одену их, ну, как положу, сюда-сюда, а потом их в тамбуре раскладываю, или ящик. А то надо слышать это, и то... Это Господь даёт такую любовь. Конечно, голубь заниматься, как считается, ну, такое бесполезное занятие-то. Ну, а душе-то вдохновение какое. Да, приятнее. Я вот утром встал, их поднял для души. Вот нет хозяина, мы стучим, а все нет хозяина. Я говорю, но голуби летают, они не должны были вылететь без хозяина. Ястреб-то не обижает? Обижает. Обижает. Ахаяны обижает. А как вы боретесь с ними? Никак. Я думаю, я просто стараюсь по времени их... Они, ну, раз... Он в десять часов пролетает по кругу. Вот у них одно время, вот у коршунов, ястребов. Ну, коршун большой не берёт, а вот это и сокола берут. Вот здесь сокола есть. А сокола большие? Большие белые. Какие с святым? Белогрудые. Да, вы что, то же самое. Ужасные. У него крейсерская скорость, сразу три большие голубины. Да, они прям с лёту прям... Вот он летит, и вот даже не свернётся, и хлопает. Да слёз, самое породисто берёт, самое голубку берёт. Говорят, он самых слабых берёт. Нет, он самых сильных берёт. Потому что слабый раз и упал куда-то в кусты, или вон в картошку, даже вот она раз. А сильный начинает вверх подниматься, и он всё равно его... Истинно так. А вы что сделали? Послушайте, интересно. У меня стихотворение, вот в книгах моих, написано 3467 моих стихов. Восемься положено на музыку. Это в революте к этому теперь. И вот в одном... Однажды было такое дело. Вся община знала, как я страдаю, что ястреб бьёт голубей. И тогда вывез крест сделали большой, из тонких палочек. Два священника было, осветили, водой полили, наши братья полезли, где он откуда залетает, и его там вывесили. Как отрезало. Лет пять он мимо там пролетает, где крест, а за эту линию не может залететь. Да, это чё? Да. Это... Вообще, у меня написано. Ну, замеси. Это гости у меня, Пантеллиум, познакомься. Это мой сын старший. Он закончил богословский институт. Сергей. А это вот, послушники. Они из Москвы, Пантеллиум. Так, мы из Салтайского края. А, Салтайского. Ну, простите меня. Мы проехали до Москвы. Ну, я понял. А я такое ощущение, вроде в Москве были раздуманы. Нет, нет, нет. Мы от Пайкала до Москвы проехали с миссионерской поездкой везде. В каждой библиотеке оставляем. Это уже больше ста мест, где были. Мы сейчас вот только книги подарили уже на полтора миллиона. Ну, давайте. Да. Это просто замечательно. И в прошлом году, позапрошлом. Это просто прекрасно. И у меня ничего нет. У меня минимальная пенсия. У меня вообще ничего не то, что... Но Господь так делает, куда бы я ни приехал, все двери открыты. Вот сейчас был там храм на Берсеневке. Там отец Игумен Кирилл служил. Ну, мы давно знакомы. Ну, в больнице была. При больнице у него там храм. Хороший храм. Ну, тут же меня обрек в Сихарь, а я чтец. И пришлось говорить провоку. У тебя проповедник. И в книгах моих 1100 проповедей только. Я каждую неделю в разных храмах 4 проповеди. Каждые 25-30 минут. Замечательно. Это просто прекрасно. Это мне было даро-то. Ты в моем доме, а в России... Ну, у меня вот сын тоже проповедует. Я его тоже... Он у меня стихарин, и владыка его, митрополит Тихона, стихарин. А он закончил. Я говорю, ну, раз ты закончил, матушку не нашел, пока мы все чтецом. И он тоже слово говорит. Когда мы по очереди, раз он, раз я. Ну, так что, простите, я перебью вас. Значит, с сегодняшнего дня, сейчас у нас благополучно будет, в вашей библиотеке будут все книги. Спасибо. И часть этих приглашений мы вам дадим, чтобы люди могли приходить просто через вас, как бы, распространим, чтобы в вашей библиотеке там написано, находятся книги православного проповедника Игнатия Лапкина, которые можете обратить дальше мой телефон и наш сайт, который дали. Игнатия Лапкина, я вот, у меня все в козле. Все, пойдемте. Я вот еще с... Вот так. А это вот, знаете, от породистых. Вот это вот козлик. Знаете, с Италии тут ездил, они на разводе тут, и он ездил, семена брал в Италии. Потом мою козу вон туда гуляли, и вот этот маленький. Уже ушел два года назад. Ну, они, видите, младые. Коз, козелик. Козел? Да, с бородой. О, ты от него другие, да? Да. А они кусаются, нет? Нет, не кусаются. Не кусаются. А чего ты? Вот сейчас, смотри, борода не порчена, у батюшки порчена. А мне этот, у меня брат, отец Василий, у него вот такая борода, он говорит, Ты хоть от своего козла возьми бороду. Ну, он супер. Нельзя трогать, Господь не позволяет такого делать. Слуги Давида. Нет, а я просто... А что это на уровне глаз гвозди-то торчат? Это не годится. Надо вытащить все. Это я уж... Я прорабом бывший, так что я строго за этим служу. Блядь и мой ласковый. О, ну что развалился-то, а? Что такое? Ну, пойдем, охота. Посмотрим. Сами выводят куры, вот эти вот куры, чисто домашние, они сами выводят. Что, где спрячется, потом смотрится, плядь привела и ходит с ними. Понятно. Ну, все. Заходи. Хи-хи-хи-хи-хи. Вот, мое хозяйство. Тут небольшое, тут вот. У меня козочки, я распределяю, мол, нет там. Вот такие у меня, у него точно так же, вот такая вещь держит. Ну, мне нравятся козы, я от них молоко и... Хорошо. Ну что, на голубятню-то полезем? Пойдем. Пойдемте. Залазь-то сейчас. Давай, на голубятню все-таки, это большое дело. Сейчас тут. Тихо. Давай, держись. Лесницу надо вам усилить, а то под этой вашей тяжестью рухнет, ногу сломаешь. Ага, приходи. Для меня-то это ничего. Не, я теперь же все, надо двухразовое питание, вечером вообще не буду. А вы завтракайте и обед, да, и все. У нас обед будет. Вот у меня все эти, я вот из пензы привез вот этих вот. И те, что. И семи других вот таких. Потом никогда не подумаешь, что породишь это. Да, вот эти вот, у них и они бабочки называются. Белохвост, без баста. Да, это бабочки. Надо же. А рассветка какая странная. Мурые такие. Да, бабочки. У вас, ну, это такие большие. Ну. О-о-о-о. А вот они тоже с пензы, вот такие вот. Но они очень летают хорошо. Они вам на руку садят, приедут? Нет, не едут. А у меня так я выйду, они прилетают, на руки садят, на улице. Ну. А это вот типа как павлинов, вот такие вот. Тоже с пензы привез. Голуби, голубка. У меня их пара. У меня маленькие были. А это тоже бабочки, мурые. Надо же. Никогда бы на них не подумал. Ну, муры. Они на одном месте вертикально едут, да? Да, вот так вот. Ну, сделают опять, конечно. Опять. Испугались они, испугались. Испугались. Значит, я бы подарил. Нет, все, мы в другую сторону едем. А если будет ваш путь ко мне, пожалуйста, я вам сколько хочется... Так, сойдемте вниз. Я убил вашу голубяку. Ну. Замечательно. Молись, чтобы они признали Мессией, приняли Христа, чтобы раскалились в распятие Сына Божия. А последнее благословение, это в Малахии написано, десятину приноси в дом Божий, то есть отдай лично священнику в руки. Люди начинают, да он попку за этой иномарки. Я говорю, это его дело, ты ответишь за свое. Десятина от 100 рублей, 10 рублей принадлежит священнику. Мы строжайше за это стоим. А люди этого не знают. Вот тут священная касса, все это должно быть не обрешено. У нас нигде этого даже не минуется деньги. А вот я, когда обратился к Богу, я с первого дня решил, что десятина мне не идет. Я 9 десятин, 50 лет и так далее. И 100 заработаю, и 90 принадлежит церкви. И меня Бог провел этим путем, я несравненно богат. Поэтому все время на двух-трех работах работы государственные. Так, мы с утренграфируемся говорим? Давайте. Это раб Божий Виктор, наш потерявский учитель, деревня потерявка. Все, все, все. Всегда. Снимай с той стороны, он сзади, оттуда, где Сергея. Сергей, на мое место заня. Посмотрим в автомобиле. Красота идет, наверное, с курсом. Даст Бог, мы сегодня приедем туда. Сейчас заехали в Соле-Сибирское, отдали в библиотеку Центральной книги. Здорово такое, в Соле-Сибирское. Здорово. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ты сколько лет работал на тракторе-то? Ну, сколько? Всю жизнь до пенсии. Ну, примерно. Сколько лет-то? Ну, как? Я вот как после армии приехал и все время на тракторе. Ну, срок какой там? 5, 10, 20 лет? Ну, в 56-м я призывался в армию. Три года отслужил. Три года. В 59-м вернулся. Вот вернулся и все время я... А и когда пошел на пенсию? На пенсию, в коме, лет 15 я на пенсию. 15 лет. Больше лет 35 ты проработал. Ну, были, не больше, но что-то я не помню. Ты с 37-го? Да. А в каком месяце? В сентябре. В сентябре какой? 20-го сентября. 20-го сентября. Ты на два года почти старше меня. Ну, я помню, два года. Он старше. А Василий-то с 38-го. 38-го он в январе. А у меня до 10-го июля. Они с Милкой нашей были в один день большие именинники. А кто? Василий. Да? А она с какого было года? В 44-го. В 44-го. А это у нас отец Аким с 44-го года. Ну, Аня, вот и Кима. А она во сколько лет умерла? Ну, сколько. Ну, наверное, года три будет, да, конечно. Ой, да больше. Ты чего три-то? Здесь, наверное, все. Да ну... Ну, ничего. А ее Татьяна звали тогда? Ну, да. Так она не давно умерла? Да давно. У нас Артему уже 6 лет. Внуку. А еще Артема не было. Это, примерно, сколько лет назад она умерла? Это, может, 10-9. Лет 9-го лет назад. Ну, я не знаю. Ну, во мне как-то не давно умерла. Значит, она до 60-ти не дожила. Нет. Она же за Дерябину была. Этот, как это? Дембицкий был. Дембицкий. Дембицкий-то тоже она умерла? Он, ну, помер тоже. Он, в период ее еще помер. Пили они уже? Ну, пили все. Пили в то время, да. Он уехал к матери в гости, решили. И там помер. С Украины? С Украины оттуда. Уехал, и там помер. Какая жизнь-то у людей идет. А мы, вот, видишь, едем, распространяем знания. Машина-то хорошая? Для нас как раз. Не, ну, не на маске? Да, нормально. 7 человек, 7 человек берет она, 950 килограмм грузу. Нам как раз хватает это. Средняя скорость может 80-85. Ну, скорость-то куда ее? Вот так. Сильно гнать зачем? Ну, да. Сильно не надо гнать. Ну, вот мы проехали, я говорю, это расстояние-то солидное, большое. В последний день, как ехали оттуда, у нас за день, за сутки прошло, кажется, 1615 километров. Так, а шофер один? Или вы все шофера? Как говоришь? Шофер один? Двое, два шофера, было. Вот я говорю... Попеременно они гнали, 23 часа ехали. Я говорю, или все вы шофера? Нет, ну, шофера тут меняется между собой. Ну, вот я и спросил. Когда приезжаем, а тогда было двое прям машин. Одному-то тяжело ехать. Очень тяжело. И жарко, и, но мы знаем, что делаем, делаем это с радостью. Это вот мы сейчас проехали, вот у нас это 13 июня, это еще полтора месяца. Мы подарили книги только на 1 миллион 250 тысяч. Подарили. Мы сами пихаем. Да, 38 книг у меня написано. И я их дарю во все библиотеки, везде, чтобы люди знали. Так когда у тебя время есть писать? Так это я уже два года назад кончил писать. Это 8 лет у меня ушло, и 50 лет подготовки знания. Этих книг просто таких нигде нет. Теперь они в центральных городах, там, Рязань, Тюмень, Омск, во всех городах есть. Чтоб люди знали, как правильно в этой жизни обращаться нужно. В прошлом году. Позапрошлом, да? У тебя собака тут сейчас есть? Да. Овчарка? Овчарка. Ученая. Ученая. Вот он хозяин. Ну, я тоже держу собаку. Ну, эта собака выполняет разные команды, все она. И поэтому мы уходим где-то в лес, ну, такой, не хвойный-то. Ну, и дальше уже готовимся спать, палатка. Я в машине, привязана собака, так что так тайно уже не подойдешь никак. Ну, да, ну, да. Хотя бы, кажется, перед смертью помолиться. Ну, Бог не допустил мне нигде по руганию. Все у нас было нормально. Я тоже собаку держу. Ну, без собаки как в хозяйстве. Я всю дорогу держу, всегда. Есть, кто не любит собак, а я люблю собаку. А я сам люблю, я всю жизнь собаку. Ты помнишь, как я показывал, когда у меня ученая следовая собака-то была? Все прятали, она все находила. Ну, меня Кобель, он не ученый, но он от хорошей собаки брал Мануилу Сереги. Понятно. А ты его выгуливаешь? Да, ну, я его как привязал, уже лет восемь, и отвязал. Он должен маленько прогуляться на веревочке, на цепи. Когда-то я всю входила. Нет, это собака. Я всего-навсего один раз, наверное, первый год до Шубинского тут доводил его за брички и больше не брал. Он не любит идти, он сразу в бричку садится и сам. Тот был Кобель, у меня в бричку не заташил. А этот... А это наоборот хорошо делает. В бричку сам садится, на ходу запрыгивать. Так бери его с собой, когда видишь. Это знаешь, как красиво смотрится хозяин на лошади, собака в бричке. Это как в кино. Ну, ладно, мы поехали. Так не пойдете поить? Нет, мы благодарим, спаси Христа, мы сытые. Благодарим. И приезжайте к нам в гости. Коровы мы не держим, молока нет у нас. Павел, тихо, значит, у вас переезжает сюда или нет? Ну, что он заставлял его? Вчера я умер в Мельском на плотине. Ну, некогда было, говорит, машину идут, плотинка тут узенька. Чего он его заставил, он переезжает? Знаешь, любит пить, а у нас там не положено. Но он не пьет. Он не просыхает. Он не пьет. Он не просыхает. А его, когда он пьет, его Валя там долгит. Батюшка говорит, ну меня-то здесь нету. А здесь он думает, я же сидел алкашей, тогда буду свободный, никто меня толкать не будет. Больше ничего тут нету. Ну, он не пьет, по-моему. Он не просыпается, по-моему. Он в Дербезину пьяный, отсюда едет, на Моринском чуть не утонул. И лошади загнал, и упал, там, с Бричкина недавно хряпался, там лежал. Без сознания лежит. Я ни разу не... Да как ты видел-то? Ты когда потерявкивал последний раз? Я давно там... Ну, да как ты мог увидеть-то? Далеко, 15 километров. Не, ну, только здесь он ездил. Он приезжает сюда за водкой, дорогой пока едет, уже выпил. К вам приезжает он трезво, а к нам, аж от вас, приезжают пьяные. Да мне никто не верит, что он... Ну, это раз ты не верующий. Ты с Валей с нашей поговори, с отцом Акимом. С Семеном поговори. Да Семен на кого он знает? Семен-то видел, знает, Аганя знает, но Аганя-то... Дуся сейчас здесь у них с ней поговорит. Дуся нашел. А я считаю, он не пьет. Ну, считаю, это для него польза. Хоть один человек на земле будет его считать трезвым. Нам вот ездить, заходить... Он больше ни за чем сюда не едет, он думает помереть. А перед смертью грешники всегда мечутся, ищут место. Он будет лежать, пока его мыши не сожрут. Ну, я его так считаю, не пьет. У него же ничего нет. У него такая болезнь, что если он пьет, то когда их вскрывают, то у них вместо мозгов труха. Он не понимает, о чем говорить. Видишь, не останавливаешь, не останавливаешь ничего. Он ездил, его обследовали, там удочили, в Санкт-Петербург. Ему сказали, ворот не брать, а он там уже напился, на месте. Поехали. Там. Я считаю, не пьет. Ну, так это здорово. Вот я буду считать, что вот этот асфальт по ночам летает, как самолет в облаках. Ну, будет ли это так? Я могу считать, но он лежит на месте. То считать не приходится. Я не думал, что он пьет. Он никогда не было, чтобы он был не пил трезвым. Он пьет постоянно. Постоянно и мучаемся. Тогда же по Теряевке приезжал. И как он, по Теряевке он все время пьет. С первого дня. Он работник отменный. Если бы он не пил, ему цены нету. Он нам помогал из колодцев. А я так и считал, он не пьет. Я его сейчас считаю, не пьет. Замечательно. Не предлагай ему никогда. Иначе придется тебе на брюшке везти его к нам. Ну, я сюда не верю. Ну, ведь замечательно. Хоть один человек не верит. Это ему все-таки маленько статус повысит. Я все время вижу. Он приезжает сюда, потому что там негде купить. Он у вас здесь отоваривается. И дорогой уже выхлебывают. И домой, бывает, не доедет. Лошадь одна придет, а он в лагу валяется. В лагу его ищут. Кое-как найдут наши. Мне первый раз выхлебывают. Ну, ты Алексея-то знаешь Сискова? Ну, чего я его не знаю? Ну, так поговори с ним, скажи. Я вот, я слышал такое, правда это или нет? Да, Алексея, но я его не доверяю. Ты ему не доверяешь, да? Я ему тоже не верю. А, Ганя? Ну, да. А сестре его, родной Евдокии, поверишь? А она здесь у Семена пельмени стряпает. Натаня, это уехали? Или здесь еще? Здесь. Натаня здесь еще? Здесь. Так, мы пошли. Послушай, я не думал, что он пил. Он запивается, он никогда не просыхает. Да что он? Первый раз я до тебя пойду. Да какая тайна тут? Валя мне сейчас выговаривает. Выговорит, развращайте его. У меня в лагере мужики работают. А он приходит помочь сено там сметать. Они сено метают, а Валя заходит к нему. А он лежит в дребезге пьяный на крыльце. Она ему пришла и начала долбить его. Что ты делаешь-то? Вы кому помогаете, когда он валяется? Он хоть день бы работал-то. Я тогда пришел, он просит мужиков. Я говорю, завтра тебе дам двух мужиков? Ну, дай слово, что ты хоть один день не будешь пить. Он говорит, ну, хорошо, завтра не буду пить. Чтоб помогли. Один день я у него выпросил. Для него. Я его родной брат. Я сейчас с ним враждую разве? Ну, я с ним-то неплохо. А что бороду-то бреешь? Зачем? Бороду зачем бреешь? Ну, а как? Как? А на него? Так Бог сделал. Да, надо. Ладно, мы пошли. Да, спасибо, что зашли. Разрешаем вас, бородой. Спасибо, мэн. Черпак. Ты помнишь, какие документы дала? Полтавка. Полтавка. Не торопись уходить. Проверьте документы. Твои или нет. 1907. А19. Это по наводке какое? Они могут такая. То и позвони, что мы едем. Да. А? Да. Ну да. Это поэтому они по машине. А тут уже без меня никак они не пойдутся. Они считают свидетелей и голодом едут. Ну, натравили, как они. А дальше уже проще. Они сказали пример, и в этом направлении поехали. Полтавку. Тут-то рядом. Я деньги спрятал. У меня под подошвой в сапогах находится. Я деньги спрятал. Так, найди где поставить. По всем правилам. Сережа, выходи. Я сейчас не снимаю на видео. Надел бы ты напарник на него. Так уж он в машине сидит. Пожалуйста, находите в автомобиле. Сейчас к вам подойдут. Документы наши нет. Секунды, они будут... Проходите, поднимите. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Отдел полиции Полтавской, предуполномоченный. Изюминка моя фамилия. Что везете? Перевозите что? Вот у нас начальный. Предметы запрещенные есть в гражданском обороте? Нет. Наркотики, взрывчатые вещества. Запрещенная литература, боеприпасы, оружие. Нет. Еще этого нет. А что у вас? Литература. Какая литература? Нужно посмотреть, где-то стать за столом или положить на что-то, чтобы открыть. Пойдемте в здание. Пойдемте. Так, пойдем сюда. Как-то не оставляй день, который. Мы камеру снимаем. Максим, водителя подопреки? Да, водителя с документами на автомобиль. Там, пусть закроет все. Откуда вы? Сами. Пожалуйста. Съемка в режим на победите запрещена. В режиме. Пойдем. Все, брат. Пойдемте. Да я. Бестолково. Меня бы не снимали. Игорь, иди. Иди, иди. Игорь, иди. Так, теперь с этой стороны зайдите, чтобы кран попал, а вы с машины не отнесли. Игорь, иди, 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 иди. Нас охраняет дорогой. Всего вам самого-самого доброго. До свидания. Жалей. Молодец, ураган. За ластя. До свидания. За ластя. Остановились на молитве. После города Ачинска. Сторону Красноярска. Ставайте рядом. Посмотрите, где я кланяю. Старайтесь, что там местный кланяю. Я бы как. Сейчас, подальше. Стоять так, чтобы машина тебя не видела, как на концерте, на котором мы стоим, не молитву, а показать. Он станет с этой стороны, чтобы тебя было видно. Машины стали, все машины были. Игорь, я прошу тебя, не умничьи глупости, пусть просветные. Я сказал, чтобы было видно трассу, идут машины, и вон там вышка с ними, чтобы все было видно. А злодам, если ходить по сторонам. Игорь Негода 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 Ангел Христов, хранитель мой стихой, молитву данную гречну. Вот она, она, она сохранилась в ее час. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы благословим за все белые и новые души. Благослови тех, с которыми мы встречались только что. Истинно, правило, я говорю, Истинно, правило, я говорю, Истинно, чудотворчиво, Образ, крутости, воздержание, Добрый архипастерил, Моли Бога о нас, Святители Христов Николы, Требуды с нами, Даруй нам Господу, Защитывая имя Господа, Истинно, истинно, От всех посетающих на нашем жизни. Господи Боже наш, слава Тебе! Аллилуйя! Святые пророк Илья, Ильисей, Инох Моисей, Самуила, Аарон, Иов Авель, Но Иосиф Патриархи, Ездранием и Амос Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Изеки, Ильосия и Аи, Агей Сафония, Захария Малахия, Давид Нафан, Даниил Отрохи, Пророк Михей, Молите Бога о нас, Да помилует Господь, И исполнит нас благодать и Духа Святого, Дабы день пришествия Твоя не застал, Нас не готовыми, Мы вышли со святинниками, горящими, Нас бедережью, И со святинниками, и со святинниками, И со святинниками, Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе! Слава Тебе, Всемогущий, Глава Тебе! Честь, попроени, Слава и благосление! Аллилуйя! Слава Богу! На ту сторону повернемся, ему удобнее будет. Святые мученики и мученицы, молите Бога нас! Игнатий Бозоносец, Полихарь, Минский, Стинки, Лосов, Космай, Дамиян, Андрей, Санхилов, Мирон, Мученик, Игнатий Бозоносец, Полихарь, Минский, Георгий, Кокутоносец, Пантелеимон, Сторок святых мучеников, царь Николая, святое царское семейство, Владимир Игнатий, Иосиф, молите Бога нас! Дабы никто не принял начертания зверя антихриста на правую руку или на чело, Аллилуйя! Укрепи детей, Господи! Дайру, Веры, Ильи, Терентию, Никите, Господи, Иосиф, Божицу, Василий Великий, Григорий Богословий, Ангел Каус, Афанасий Великий, Икрем Сирио, Афанасий Макарий Макаров. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Молодец врага ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аминь 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 Пресвятая Троица Аминь 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 Не злобся. Злоба у человека абсолютно все отнимает. Здравое рассуждение. А то есть Эдор Пелосиот говорит, не расположенное человеку, говорит, не дает здравого мышления, предвзятость. А злоба вообще отнимает разум. Он что попало, говорит и понял. Еще и в какой роли составится красиво улыбающаяся старушка. Ты столько всего слышала. Тебе не хватает самого малого. Первого шага. Отвергни себя и никогда не защищайся. У тебя самооправдание бешеное просто, которого хватило бы на половину старобрящества. Еще бы не сказали где-то, а бы мне сказали, авторитет мой подорвали. Какой авторитет? У тебя бы никогда и не было его подрывать еще. Какой авторитет, когда ты все время рубишь себя? Вот вчера сидели столько сестер, пришла Надя с дочкой, Дуся, первый раз тебя видит. Какое у нее мнение это о тебе пошла она? Она даже никакой нужды не знает. Ну что я сделала? Это что-то переменилось? Я в таком тяжелом состоянии была, у меня повышенное давление было. Рука болит. Ну я сильно плохо себя чувствовала. Что я сделала вам? Ну одно слово не так сказали, ты выгоду не подала. Ну что я не так сделала? Ну какого слова? Ты тебе зачем не так сделала? Ты все не так сделала. Что все не так? Сразу пошла не так. Вот что-то сказал сразу, раз, пошел. У нас самолист я тебе не кончил говорить никаких. То есть он тебе, вражина, не дает выслушать. Да потому что не надо мне показываться. Вот это вот движение, вот это вот рукой. Сколько раз говорил, не делай. Сколько я говорю? 47 лет. Успел? Нет. Даже одно движение рукой вот так отмативаться, не делай. Это неприлично. Никаких. То есть столько в нем пренебрежения заложено. Ну не делай. Ну отошла от этого. Ты над собой абсолютно не работаешь. Тело тебе не принадлежит, ты ими руководишь. Любая сестра пожила бы с тобой. И душа тебе не принадлежит. Она плененая сатаной. Плененая. И в этом состоянии умереть ничего кроме ада тебе не светит. Ты над собой не работала. Вот с собой задачу. Пришла в храм. Никогда не выходить из храма. Не выходить. А причину тебя, то ты задыхаешь, что у тебя... Ну давай, давай, записывай. Ты на весь интернет. У нее ноль послушания. Хотя никто не знает этого. Какие послушания я не вняла. Ну тебе сказали, что не выходишь из храма, Вася. Ужас какой-то. Не выходишь из храма. Ну я не выхожу. Это крайний случай. Что опоздало? Я настолько. И не опаздываю я уже давно. И опаздываешь с постоянного тебя. Да не постоянно вовсе. И не оборачивайся, стой. Ты не оборачиваешься. Стала прямо, только болтай. Как серапима. Тебе образец серапима. Она старше тебя. На годы не уже не сошвешься. Ой, начинается. Обязательно что-то надо в ответ. Сейчас 40-летние грехи будешь сейчас вспоминать. Если бы вы только записали, на весь мир показали. Это естественно. Это твой. Ты попробуй, чтобы матушка не садилась хоть одно благотужение. Попробуй. Ну она тоже болеет. И ноги болят. И сама болеет. И у нее на это ответ. Точно так же. У нее овечки. Она как этих овечек таскает. Так вы бы только посмотрели. У нее состояние ни с чем не хуже своего. И не лучше. Она приходит в храм просто отдохнуть. И сразу засыпает. Спит на прополу. И она не понимает, что такое. Но если где-то там картошку кто-то не отдал. На весь интернет. Сейчас на весь мир пойдет это. Все. Все. Пошло. Вот это самое настоящее. А что ты вначале улыбалась, это надумано было. А то не твое. Конечно надумано. А вот тут, когда ты сейчас так показываешь себя. Это твое настоящее природное старобрящество. А твоя свирепость старобрящество, жестокость. Это кто бы знал только. Я испытала это. Испортила картинку. Да. Ну не надо. Ну и жаль. До свидания. Я тебе задание тогда просто. Один день проживи по-христиански. Ни на кого не злись. Не будь недовольна. Да я никогда и не злюсь. Что посмотрели бы, как ты злишься и как ты готов убить. Ко мне подходит и говорит. Ну а вы злитесь? Да, злюсь. А чтобы я никогда не злюсь, как его мог садать? Да, злишься как. А как? А где? Виталий жил рядом, и собака лает. А я на балерине сплю. Она под окном. Ему говорит бесполезно. Я взял пруд, ее два раза дернул, она замолкла. Так вы на собаку отлили? Ну конечно. Мне сел еле работать, а я лег поздно. Встаю рано и ночью не дает мне спать. Она брешет на комаров, на облака. Никого нету. А он хозяин такой. Он не любит ни животных, никого. Он старобрядец. И что я должен делать? А как обрадует, так вы тоже злитесь? Да, злюсь. Злюсь. Да еще так злится, готов кубличу. За вами. Подбирать приходится уже. Да, да. То, что вы не собрали. Ни за что буквально. Тебе сказали, в храме не оглядываться. Попробуем. Получится, нет? Один раз. Батюшка же сказал, похоронили бы, и легче было бы себе. Теперь попробуй. Когда муж говорит, не оговаривайся. Попробуй. А жена да учится в безмолвии. Вот выполняет один раз. А у тебя да любят своих жен, а у тебя любви нет. Жена да учится в безмолвии. Я как раз сейчас учу. Попробуй в ответ не шевелить губами. Ты что-то берешь, то брать нельзя от сосала книги. Положи на место. И много раз он сослышал. Со стола книги брать нельзя никому. Не открывать, не смотреть. Кому надо, купите. Чтобы ваши пятна там были на книге, я кому-то давал. Правила, которые я тебе даю, они очень хорошие. Они приятные. У нас ребята пробовали дорогу нарушать правила, которые есть. И тут же пострадали. Где я останавливался? Как останавливаться? Общая безопасность лежит на мне. Я уж не говорю про этих-то, этих кований, только начинающих. Николай Крущин, настоящий шопер. И он подчинялся. Не только в этом. Мы дорогой ездим, касаемся очень больших вопросов. И счастлив. Третьяков, Пупков им тоже достается. И Вите. А чтобы вот так реагировать, как ты, никто не реагирует. А ты можешь задать сама себе вопрос. А с какой целью мне это говорит? Выйди из этого демонического пленения. И увиди... Я стала жертвой. Доброй. Зачем я только собираюсь? Это он опять выскакивает. Я его задеваю, как он там, раз, губы раздирают. А ты вот так руку положи. И вот так вот. И ни одного слова. Уже надо учиться в безмолвии. По священному писанию. Златовус говорит. Учиться в безмолвии. На каждое слово, заметил он, как он противничает. Слово Божие. Тебе это не надо. Ни в смертный час, ни на мытарство. Тебе это в помощь не будет. И будет очень-очень тяжело. Один день прожили в довольстве, в радости. Один день. Единственный день в жизни. Подари сама себе. Прожить в радости. Быть всем довольным. Что у тебя есть? А тебе примеры какие говорят? Твоя мать. Агриппина Евсеевна. Что тебе говорила? Игнатий, сейчас ты начнешь вот поджать. Ничего он не говорил. Те, что ты на весь мир слова выставил, так это она говорит, я не тебе говорю. А то, что я из старых прячества вышла. Вот она к чему сказала. Но ты могла сейчас прослушать молча? Да я знаю, что ты хочешь сказать. Зачем тебе сейчас это говорить? Ты уже на весь мир это попустил. А люди-то не знают этого, истины. Тебе сейчас промолчать не могла же? Согласись. Ну что ты сорокалетние грехи вспоминаешь? Я говорю, тебе сейчас промолчать трудно было? Да не трудно. Да не трудно невозможно. Ты скажи, нет, это абсолютно невозможно. А потому что люди не знают то, что ты говоришь. Еще раз говорю. Тебе трудно было промолчать? Ложь такую говорите. Ну всем же ясно дело, что ты не можешь молчать. Я не что-то сказал, а что твоя родная мать, родившая тебя, воспитавшая тебя, что она говорила о твоем поведении? Она что, видела в этом плохое? Она видела то, что в действительности есть. Какие тебя мухи ждут на мотарствах? Она тебе говорила своими словами, простыми. Игнатий, ну не надо такие слова повторять. Я говорю, мама твоя, родная мама твоя, и она только головой качалась. Я говорю только из-за того, что я из старообрядчества выжила, вот почему я с ней разговаривала. Ты не можешь, непрерывно на тебя губы. Заметь, зубов нет, у тебя вставленные зубы, и они не помогают. Я говорю, сейчас уезжаю. И в этом помещении я тебе первый раз с тобой разговариваю. И что я тебе сказал? Простой, повествовательный. А матери твоей? И ты не даешь. Мать, она не так, она сказала. То есть там оправдание из тебя хлеще. А ты бы сказала, да, в царстве твоей небесной матери, она была другого поведения. Она отцу ни разу так не ответила, как ты отвечаешь в ней любому. Никак. И она говорила, Надя, Надя, в кого ты? Только в иномов деда, который такой вот был. Мама твоя родная, которая знает тебя больше, чем знает любой из нас. И даже ее напоминать, а тебе, если это касается поведения, не приемлешь. Ну ты же знаешь. Вот сейчас я сказал, что это он раздирает сразу. Просто прослушала, опустила голову. Ни моя мама так не отвечала. Откуда из тебя это? Старое брящество, наложившееся на учительство. И то, что тебе не попадает по зубам. У чеченца ты бы ходила по одной плашке. Он бы как-то на ремни-то изрезал заднюю часть. Ходила бы как шелковая. И мама моя, что тебе всегда говорила? Надя, Надя. А если бы Игнатий был не верующий, что бы сейчас было? Начинается. То есть ты неукротимая в ярости. Что у тебя в руках? Если кидать начинаешь. Зачем тебе это? И сейчас уже совсем не силы. До какого состояния ты меня доводил? Но опять ты меня доводил. Если бы ты только люди знали, как ты себя вел по отношению к нам. Ну остановись сейчас. Если бы только знали. Сейчас не ходи, остановись. Ты такие ложные слова. Ну остановись сейчас. Ничего, если бы знали, какая жестокость. Вот это и есть. Ну остановись. О, косяк сбила была. Никто ничего не знает. А вот слушать... Ну остановись сейчас. Тут два свидетеля говорят. Ну остановись, помолчи. Тебя просят. Вернись назад. Вернись назад и сядь. Вернись назад и сядь на свое место. Тебя не трогает никто. Болячки от тебя никто не отнимает. Просто слова, которые сказали в соответствующей действительности. Вернись, сядь и помолчи. Попробуй. Вернись назад на свое место, где была. Понимаешь? Ты же никто тебя так не обличит, как ты сама себя. Твои авторитеты ломаешь. Никто не знает. Я говорю, сейчас помолчи, ничего не будет. Никто не знает. Он как от злобы заплачет, как маленький ребенок. Если бы не рассказать, так вообще. Да ничего нету. Ага, ничего нету. Просто напоминаю, что так нельзя себя вести. Ты заметь, уже даже не можешь. Это слезы, истерика. Ты сейчас от этого болеть будешь до вечера. Никакой врач тебе не поможет. Отвергни себя. Хорошее тебе говорят, плохое. Будь равнодушен. Благословяй Бога. Ну ты же видела, сколько на меня клевет было в газетах, в телевидении. Ты всегда имеешь возможность оправдываться. Всегда ты говорила, оправдывайся. Ну сейчас остановись, не можешь остановиться. А мне замолчи, заткнись. Сейчас просто нужно помолчать. Сотвори молитву про себя. А чего ты сейчас плачешь-то? Никто тебя не отняли. Ни теленка, ни ребенка у тебя не отняли. Посиди спокойно. Я тебе говорил, а есть ли кто-нибудь у тебя такой, уважаемый на земле человек, при котором ты бы вела себя не так, постыдилась бы, что в глазах его не уронить себя. Никого нет на земле. Ни одного. А, вы лапкины священники, ты о священнике можешь говорить, что угодно. А вы мне, обо мне говорите там. Обо мне? То есть, ты заранее уже назначаешь, кому, как говорить о тебе. Простое дело. Машина отъезжает. Простые правила. К машине не подходи, не рви вверху. А они уже уезжают. Уже было. А, у вас время было, говорите, а у меня не было. Ну, не было время у тебя, говорите. Тебя не допускали. Ну, и с этим надо согласиться. Но ведь это не так. Эти люди из Германии были три года. Так осталось на пленке. Снимает. Подходит Сергей. Ну, они уже сели в машину. Мотор работает. Начинается. 30 лет прошло, он вспоминает еще. Всегда. Потому что, ой, тогда ты не записал. Ну, о чем я говорю? О том, что когда сели в машину, не надо рвать дверку, опять туда везти-то. Останавливать, что-то недосказанное. Я уже не делаю этого. Да сейчас ты не делаешь. 30-летние грехи вспоминаешь постоянно. Потому что не записал на весь мир. Сейчас надо еще высказать. Как болезнь на десятилетие нераскаянное трогать. Его надо выковырнуть оттуда. А если бы в тебе этого не было, ты бы улыбнулся и сказал, да, было такое. Было, но больше я этого не делала. Но ведь этого нету. Ты как пятилетний ребенок начинаешь плакать, нервничать, кидать, разбивать что-то. Неодушевленные вещи. Дверью хлопать, аж косяки трясутся. Это неодушевленная вещь. Ой, начинается. Зачем ты на них злобу изливаешь? Я тебя обращаюсь не к кому-то, а к самым близким людям. Я тебе расскажу. Смотри, Нина же так себя не ведет. Твоя сестра, Нина Васильевна Шады. Она с тобой не жила. Не знает ничего. Ну в ответ, ты можешь сейчас не буркать? Я говорю, Нина Васильевна, твоя сестра так себя не ведет и так не разговаривает ни с батюшкой, ни со мной. Она выскочит, подбежит там каждый раз. Ну понимаешь, нет? А ты сразу, ты еще про Нину не все знаешь. То есть нужно ее до такого уровня принизить, чтобы, ну, сейчас добрых слов, ну сейчас ничего не говорить, ты не можешь. Лучше доказательство. Ты бы сказала, да, моя сестра такая и есть хорошая, но вот я как-то над собой не работал. У тебя нет этих слов. Ты мгновенно сразу ее чернотой поливать начинаешь. Зачем тебе это? Вот эта властность. Я тебе всегда говорил, это характер салтычихи. Совершенно немощный человек, который не может ничего изменить. А что нужно? Работать над собой. Лаской и весельем ты возьмешь все. Вот она на огороде работает после операции. Кравченко, Валентина Ивановна. Ну, Чернявская, родная сестра. Я каждый раз удивляюсь. При такой немощи, такую дали ехать, и опять на огороде каких-то. Вчера посчитал, 35 корней только помидора. Она вспахала тут все. Ну, маленько помогли ей. Я говорю, сказать при тебе о ком-то положительной, это беда. А что я не работала? А что я хуже? Да разве верующий может так рассуждать? Ну, я сказал о родной сестре твоей. Тебе, не шужому человеку. добиваешься того, что уже запрещает приходить к тебе. Нравится, не нравится, чужой дом зашла, начинаешь все переделывать. Ей не нравится это дело. Это ее дом. Ты смело начинаешь делать это, то есть дико. Это не смелость, а дикость. Все у тебя есть, ничего не переделывай. Не раз уже поджигала, стыкала, куда попала. Я говорю, не трожь, с огнем не играет. Ты из всех спалишь, ни бани, ни гаража, ни машины не будет. Сказал, вынеси утюг. Отнеси к Любе, или к Мине, когда надо, один раз погладишь. Он не нужен, это враг мой, ты знаешь, это враг. На обыкновенной чашке вверху дном ставишь, у тебя еще подставка какая, и он тоже шнуром ее сбрасывает. Да я рядом тут был, ну где рядом ты была? на улице. Каждый раз придешь, а у меня там печка топится, а у меня там на плите стоит что-то. Поставила, работает, не отходи, работает она машинка. забыла, ушла, молотит, работа, работа, вот еще перегорела, или что остановилось. А это как будто ничего нету. Когда я сделала неправильно, тебя это должно тормознуть, хотя бы в этот день, когда я сегодня пролетела, действительно, огорчение принесла, сегодня я буду молчать, я уже хватил, никакой. Мгновенно уже опять на коне сидит. Притом, авторитета ни одного на земле нету. Ну, при ком? Вот я бы это сейчас говорил тебе, делал замещание, я обязан это делать, потому что состояние твое архи-неважное. И чтобы тот человек своим присутствием повлиял на твое поведение. Кто для тебя авторитетен? Ты не можешь назвать ни архи-епископа, ни епископа, ни патриарха. Но если на допросе, на допросе другое дело. Ты боишься только тогда, когда с тобой разговаривают жестко. Вспомни, как с пирожками там. У них территория захвачена, и она тоже пирожки решила продавать на базар. А тетки там двое, это на нее. Как ее шаганули, она мигом прибежала домой, тихая, сидит смиренная. Почему? Они тебе, кажется, намусолили бы там. Ты пришла на их территорию, где они уже клиентуру свою имеют. Ну то, что не надо. Вот вспоминаешь, говоришь, не зная ничего толком, говоришь опять, ложь тебя не знаю, я не могу просто. Всю жизнь. Моя задача нащупать боевые точки, чтобы от этого избавить. А тебе эти хороши сегодня. А ты бы я знал. Ну я тебе еще сказал, ты делал в прошлом, ты улыбнулась бы только сейчас и сказала. За три месяца пенсию мне платили, а вы такие деньги получали. Мне копейки не давали даже на хлеб. Я потому вынуждена была пойти продавать, чтобы заработать эту копейку. А мне этот Муравлев говорит, что ж ты вон доллары получает, а ты ходишь, продаешь. Да я же не об этом говорю, о том, что ты боишься, когда тебя донут. У тебя страх есть. Да и неправда, что я с пирогами прибежала. Ну сядь прямо-то, убери полоточек с глаз-то. Тебя не видать даже. Не надо. Сядь прямо, я говорю, опусти руку. Никогда денег никаких не даешь, не давал никогда. Опусти руку, опусти руку. Открой лицо. Это на полном серьезе. Восьмой, десятый лет. Представь, это ребенок только трехлетний так может себя вести. Такой обидой дошлет до трясучки. Тебе без меня не спастись. Только я тебя могу довести до Сарса Небесного. Конечно. Сколько я потратил на это сил? Попробуй не выркать в ответ. Ни одного слова не сказать. Даже не слышит совершенно. Как глухой аспид. Попробуй ни одного слова не сказать, когда я говорю. Поэтому ты с такой легкостью находишь общий разговор с Галей Глушковой. У тебя там нормально, подойдешь, беседуешь. Сказано не заходить. Там очень сильный демон. Я не вспомнил. Очень сильный. Ты вспомни про Наташеньку. Ну ты без комментариев можешь выслушать? Опусти руку. Не дави злобой-то. Я злобой давлюсь. А ты сейчас завершишься. Я Наташу вспомнил бы, и все было бы на месте. Мы уезжаем. Нам нужно хорошее настроение сейчас создать. До свидания. Мы с людьми встречаться будем. Опасная дорога. Ну останови сейчас, ничего не говори. Не желай нам плохого. Ты сам себе наговорил такое, что неизвестно, что дорогой случится. А если бы ты сейчас промолчала, а в ответ еще не было бы, было бы от тебя? Разве это было в минус зачислено, намытаться, когда душа пойдет? Ни здоровья, нет ничего. Уже за гранью возможного живем-то. Ну когда же нам исправляться-то? Хорошо, что Наташа уехала. Так маленечко мне у тебя внимание. Моя мама еще бывает там в горке, в тупечке, а потом говорит, ой, как хорошо, что тихо, не слышит. Каждый день колотушки получала бы. Ну что ты направила на меня-то? Все время, главное, как эти... Ничего не знают абсолютно. И вот направляя на меня смирность. Ой, у нее, я люблю Наташу, у нее вот ноль послушания. А если бы это Наташа или все другие знали, как я тебя слушалась и ходила, благоговела перед тобой, но на цыпочках. Ты этого не вспоминала. Из области фантастики. И такие послушания являлись. Из области фантастики. Вот ты сейчас что выслушала, замолчай. Для меня лучшая радость благоговения, если бы ты меня не перебивала и не злобилась на меня. Вот для меня это самая высшая награда была бы с твоей стороны. И ты это знаешь. Вот начинает себе придумывать, я благоговела. Благоговела, когда я спал. Действительно. После Наташи я так старую себя вести. Уж не говори, пожалуйста, какие слова ты говоришь. Ты учительница, ты детей учишься. Ну ты почему не говоришь, как ты по отношению меня ведешь на себя? Ну сейчас. Как ты со мной обращаешься? Ну хорошо, ты остановись сейчас. Ну никто ничего не знает. Ну почему? Остановись, я можешь. Ты бы сказал. Тебе полезно это от Бога, указанием. Жена да учится в безмолвии. Ты эту западь-то перепрыгаешь. Безмолвие. Я златоуста читала и знаю. Муж глава, тебе говорить-то нечем. Если не издаешь звук, только другим органам. Фух да пух. Ну остановись. А вы сказали, муж, любите своих жен, муж, я. Не написано, а жена. Ну это я тебя и люблю, и в любовь-то и заключается. Господь говорит, кого любит, того наказывает. Кого любит? Богу-то претензии больше, чем ко мне. Он целую землю прокидывает, народы стирает, потоп наводит. Это по любви. Имя ему любовь. Любите своих жен. Как любить? Потворствовать тебе в старообряшеской злобе. Ничего подобного. В обидах, мстительности. Убилел себя как должно от нашей женщины. Тебе это не полезно, что ты говоришь сейчас. Еще раз говорю, на мытарствах не полезно, при жизни не полезно. Понимаешь? Все сестры, я поняла, что тебя... Вот этими оговорками ты себя безмерно позоришь. Ну вчера здесь Нина. Ты устыдилась, Нина? Галина. Только руками разводят. Таня. Ты устыдилась? Да никогда нет. Для тебя-то не существует. Что я сделала? Я молчала вообще, сидела. Что я такого сделала? Скажи мне. Да ничего я не сделала. Мне плохо было. Я еле сидела. Это твои слова. Что я сделала? Ну я сидела. Мне плохо было. Они тоже знают. А чего плохо-то? Не говоришь, что тебя душит и душит. Да что душит-то? Тебе сказали никуда не уходи. Сядь, сиди здесь и смотри. Ну куда я ушла-то? Я пошла там, чтобы на глазах не видеть. Ну с тобой я когда разговариваю на скворечнике, ты сразу встала и пошла. Я ей не кончил предложение. Ну это не по тебе. Ты сразу вышли села. Дальше еще будет что-то сказано. Мгновенно пошла. Ну ты пришла ко мне с просьбой. Остановись. Я говорю, пришла соли дай. Соли. Да соли она у меня есть. Я говорю, ну я тебе дал на 10 лет. Ты истратила соль неполезную. А, невозь, другим. Дальше уже понеслось. Ладно. Пришла за сахаром. Меня нету. Володя звонит. Надежда Васильевна пришла за сахаром. Сколько ей надо? Ну сколько? Она ведро. Только ведра в мире. Я не закончил предложение. Сейчас-то тебе не стыдно это? Не стыдно. Не стыдно, да? Ну я не закончил предложение. Ну что ты уможешь на меня всегда? Я не закончил даже предложение. Жена-то ученая без молодых. Ты разговариваешь, как будто бы какой-то конь на ипподроме. Ржет. Пинается, легается. Ну остановись. И ты считаешь, что это норма поведения для тебя. Ты сейчас ни о Боге не думаешь. Ни о людях. Ни о своей душе. Вот я сяду писать письмо. Но сейчас все, весь мир узнает. Будешь писать. То есть она диктует, что мне писать. Ты умею или нет? Ко мне под язык залазить еще никому не удавалось. А вчера батюшка сунулся. Еще он. По его не будет. Почему? Потому что я заботюсь, что дети растут неверующие. А он для чего это сказал? Пока никто не может ответить. Боясь потерять паству. Она ему нужна, такая паству. Да не надо, ты говори о том, как ездил. Он мне заказать, что говорить я должен еще. Я и об этом рассказал, собрал, а он не пришел. Я собирал людей для этого, но он-то не пришел. А раз он не пришел, значит, он этим и не нуждается. А как же говорит? Да-то только разговор. Так, мне интересно, тень падает, какая вон от него. Как будто изогнулась. Интересно, скрадывает как тень. Тебе это не полезно. Поэтому будет всегда плохо тебе. Будешь страдать, болеть. Мне дорогой тоже было плохо. Я старался, чтобы никто не знал. А почему? В одном месте с колонки воду берем, она как кофе. Не очищена. Я выпил. И целый день мне было неладно. Никакие огурцы мне не идут. Но все перемог, помолились. Думал, даже угля активировано. Как отравился. Организм уже не тянет. А ребята выпили ничего. Она мутная. Мы раньше пили из болота. Пасли когда. И что бы ни сказали, только меня не задевайте. При тебе похвалить никого нельзя. А что я, хуже что ли? Уму непостижимо. Ой, ну вот никто не знает, в какой момент это было сказано. Да какая разница, в какой, зачем ты сейчас... А когда хвалите, наоборот. Я рада за этим людям. Ну ты сейчас остановись, пожалуйста. Остановись, пожалуйста. Почему ты неправду все время говоришь? Говоришь, что я не знаю. Удивительно. Вот я говорю, ты вообще не слышишь. Тебя остановить нельзя. Да ясно, что ты не сама. Тебе надо сегодня молиться и молиться. Не думать о врачах даже. Сколько ты сейчас намолотила языком. Да никуда я к врачам не пойду. Не надо. Давайте, это бесполезный разговор. Уходим мы молимся. Сушите сухари. Уходим до зари. Поход нелегкий и неблизкий будет. Тяжелый труд. Помоги отвернуться самой себя и всем сердцем полюбить тебя, а не свое я. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, со стола убрать. Мы ушли. Куда-то в холодильник можно не толкать. Облагодарите за дорогу. Облагодарите за дорогу. Храм 2 километра. Облагодарите за дорогу, а внизу храм 2 километра. Отпишите. До суточки. Давай, бей. Ощи всех на Тебя, Господи, уповай. Ты дашь им пищевого благовремени. Подтверждай, что Ты щедро, Внук, и исполняешь всякое животное благоволение. Слава Твоему Святому Духу, Ныне пресно и водите веково. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. За молитву прищистийте, Матери всех святых Твоих. Господи, Иисусе Христос, Твою Божью, помилуй нас. Аминь. Боже, милостью, будь негрешным. Создал меня, Господи, помилуй меня. Бечеславец и грешил. Господи, прости меня, грех. Помилуй. Так, лагерь готовится к закрытию. Сегодня уезжают у нас казахстанские. С вами надо проситься. Во сколько уезжают? В Члебеда. В 2 часа Алексей едет. А может раньше. Перед отправкой в колокол бьет. Сколько там, 10 раз? По прощанию. Рома уезжает. Не только казахстанские, еще Рома уезжает. И ты уезжаешь. Ну, каждый бьет по 10 раз. Взрослые. Все. Пришла белая кошка наша, потеряшка. Ну. Ну, и все. Пришла. Помниться такая. Опять жалоба на Нестора. Иди сюда. Пока не уехал. Ему уже было сказано, что отказывают за то, что сквернословят. Кто слышал? Подходи сюда. Так. Как это было? Где? Мы переодевались в келье. Еще? Ну, и он матерился. Было такое? Угу. А на что ты недоволен был? Ну, Гома тоже сказал. Я такого не говорю. Погромче говори. Гома тоже сказал матерок. Я не говорил матерку. Говорил. Не говорил. Ну, ты на него не показывай. Ты-то зачем сказал? Какая причина-то? Что ты не мог что-то найти, там, потерял? Ты заматерился, и оно сразу нашлось. Подскочила шапка. Ой, я боюсь матерков. Вот он я, наголу тебе наделось бы. Ну, так же не было. А зачем ты эти слова говоришь? Ты же знал, что плохо? А, да. А зачем говоришь? Он же на меня сказал. Я говорю, ты зачем говоришь? Не про него. Ты-то зачем говоришь, если эти слова плохие? Мне вот 73 года. Я еще ни разу ни одного матерка не сказал за свою жизнь. А не надо. Русский язык слишком богат. Зачем ты это говорил? Ну, и дальше ничего нет. Это одержимость бесовская. Это и вчера. Когда ребенок... Мальчики вчера вот эти сказали, что и вчера. Он ругался, матерился. Мы вчера с ним разговаривали. Я бы тебя наказал. Тут такое дело, что я уезжаю. Может быть, даже изменить придется. Так, ты тоже слышал? Они оба слышали. Два свидетеля против тебя. И ты сам сознаешься. Понимаешь, какая зараза? Маленький ребенок матерился. Но ему 6 лет было. Но он заболел. И отец его на руках держит, качает. А он уже предсмертный кричит отцу, что папа, такие черные, рогатые, меня хватают, тащат. Отец пытается защитить. И, наконец, он закричал и помер. То есть душу 6-летнего ребенка дьявол и сразу в ад заточнил. Дьявол и бесы. Ни один сквернослов в старстве Божьем не будет. Зачем ты это делаешь? Тебе уже отказано приезжать сюда. Но ты мог 3 дня помолчать и не материться. Из берущей семьи. Ну, у нас отец матерился. В семье было. Но мы ни один не матерился. У него отец глухонемой. Ни одного слова не говорит. Глухонемой. От кого ты научился? От Андрея. А? От Андрея. От какого? От которого уехал. От Андрея научился. А ты до Андрея еще ругался. От Андрея научился. Да тебя за это наказали. Я тебя крапивой наказал. И ты, однако, продолжаешь материться. Ну, от Андрея. Ну, что, Андрея виноват? Сегодня-то Андрея не было. Или какие слова тебя научили, мама? То эти слова ты их не забыл. А только Андреева остались одни слова. Весь словарный запас сконцентрировался на четырех словах. И ты гонишь и гонишь их. Вчера столько пробеседовали, что ты не будешь в лагере, тебя не будет. Так, платочки показать. Так, садимся за стол. А ты пока постой здесь. Пойдем. Вот мы где бываем, мы это испытываем. Ну, они-то не в стороне. На меня. Вот представьте, я прихожу в Новый Завет, в симфонии, принес подарок епископа. А его нету. Ну, настоятель семинария, ректор называется. Его нету. А проректор по воспитательной счастью в храме ориентует. Мы дождались, потом какой-то молебен там, не знаю, вообще с чего. Мы тоже дождались. Так, если он выходит. И он с первой минуты объявил войну мне сразу. А тут же стоят студенты, семинаристы, наши люди. Он никого как будто не видит. Бог это допустил. Я узнал фамилию. Фамилия Барстуков, там Михаил. Он с бешеным волком кинулся на меня. Я был в Барнауле, я слышал, там ереси. Я стоял, я принес подарок епископу. Я бы мог ему сказать, а ты теперь не говоришь, когда ты где находишься. Зачем? Что это дает? У Бога что-то приготовлено для него и для меня. И он непрерывно изливает ложь, сто процентов. Он ничего не читал. Я вот от книги даю, вот они, я принес подарок. Подарок, который подарен Медведеву, Путину, Патриарху, Ахиерею. Даже не сгинул ни разу. И вы так говорите. Конечно, тяжело, и не в раз. А когда человек еще обладает даром Слова, он говорит, пусть он вылезет. Я его так врежу, поспать не будет неделю. А вот когда принят с благодарностью от Бога, он для чего-то нужен был. И когда мы вышли оттуда, он до конца понажал хулить. И, видимо, испугался. Это уже Дух Божий. В этот же день видели его в другом храме. Ну, прямо мне показалось, сестра моя в монастыре, он пришел на испыть и долго что-то исповедовался. Я не знаю, с чего, как, но именно в этот день... А наш подарок-то у меня остался в руках. И теперь мы вышли. Я первое, что сказал, значит, кому-то это предназначено другому. Я ему ничего не сказал, только сказал, что я же подарок принес. А он не может успокоиться. Прям его... Нам встречались уже три человека, вот такие. Библиотека одна, Карма Маркса, Новосибирск. Библиотека как библиотека, ну, областная приняла книги, мы решили еще и в городскую отдать. И вдруг она выходит, заведующая нет, директора называется библиотеки. А это вот стоит девица, ну, лет тридцати. И с ней, как, я думала, сейчас она упадет, хлопнет, с ней припадок будет. Она как глянула на меня, вот так вот, не подходите, не подходите. У нее глаза завращались, она, ну, видел, как она. Я только говорю, не говорите ничего. Она одержимая, буйная. И в ней это начались проявления. У нее мощная аллергия на мое присутствие. Тогда заходите в кабинет, я говорю, Сережа, ты иди, я останусь здесь. Она сейчас с ней просто дурдом вызовут, она. Она начнет окна бить. И это встречалось дважды. Еще в одном месте было такое, снимали. Она просто как обезумела. Уже на улице Сергей делает снимок. Она выскочила на улицу. Не делать снимок в библиотеке. А мужчина стоит. С ума сошла баба-то. Говорит, я в Москве любое министерство. Ну, не закрыто. Иди и фотографируй. Она даже библиотеку сельского масштаба. Крапивинский уезд. Крапивинский. Надо быть тому. Она сохранилась даже на снимке. И, конечно, по-человечески, я бы мог ответить. Я могу сказать только одно. Помолимся. Больше не дано. Я не знаю, что за этим есть. Но вот мы идем мимо. И Марк, это Дусин сын, и говорит, а вот костел католический. А мы когда шли туда, мы не могли зайти. А теперь у меня подарок. Пойдем, зайдем. Только заходим. У них богослужение только началось. Но оно, я не знаю, там полчаса. Больше-то и не было, наверное. Кто со мной был. Ну и когда кончилось, мы говорим, мы хотим Ксенза увидеть. Мы не знали, кто он такой. Иван Жей, то есть Андрей, отец Андрей. И мы с ним сфотографировались, а потом на следующий день, этот день не сфотографировались, а то фрат забыли. Я прям себя так это переживал. Фотоаппарата нету. И ни там не сняли, ни здесь не сняли. А на следующий день мы к нему попали. Но в этот день я ему подарил. У них очень высокий уровень образования. Очень высокий. Просто с нашей академией не приходится даже сравнивать. Они как бы несколько университетов и медицину там, и все захватывают. И стали говорить, он мгновенно оценил заложенный труд. Он буквально отшатнулся. Это вы один сделали. Восхитительно. Да не может быть. Сэкспонию показывал, руки опустил. Это вы все сделали. И вот 38 книг я подарил, вот это вам 4. Это мне. Он полез в карман, давай, это собирать. Я гляжу, там трешки, пятерки собирает. А что там собирает? А домой прочитал, какая стоимость книг. Это все на бензин на наш. Потом мы к нему пришли. Вот она книга, та предназначенная, 5 книг. Там они не должны были, они должны были быть здесь. И Господь завернул. Ну, насильно, конечно, там обругали, оболгали. Ну, это тоже для чего-то. Я потом расследование сделаю. Как может такой человек воспитывать юношество, готовить священника. С такой злобой, непримиримой, в глазах никогда меня не видел, а слышал. Ну, меня назвали, я сын Геббельса, ну и что из этого? Ну, ладно, я незаконный сын Гитлера или Сталина, что угодно скажи. Но доказательства у тебя никакого нет. Никакого. Ты ничего не считал, со мной не беседовал. Это просто полное безумие. И вот Бог что делает, допускает поношение, особенно при людях. Тяжело переносится. Но переносится не это тяжело. Я читал про одного подвижника. Он говорит, вот когда хулят, и принародно, тяжело, но наконец я выработал себе, мне все равно, я как камень стал. Но когда хвалят, я еще ни разу не было, чтобы безразличен был, в душе ощущал приятность. Понятно? Прошел, говорит, огонь, говорит, и воду, а медные трубы не могу пройти. Когда трубят в мою честь хвалы, внутри у меня приятность. А мне нужно быть совершенно безразлично. Хвалу, говорит, поношение приемлемо, а равнодушно. И меня спали глупца, как Кушкин пишет. Внутри появляется приятность. Этот человек оценил, он взял, и он, конечно, а я как совершенный человек должен равнозначно отнестись к тому и другому, и обоим сделать добро. Это непростые слова прочитали. Слова, требующие мужества и непрерывного труда. Мы должны из этих занятий выйти другими. Не просто, а теперь я узнал. Я узнал и применил. Поблагодарил Бога, что такое место открылось. И впредь поступать по этой высшей шкале. На этом мы остановимся, а то пришли здесь на репетицию. На 34-й стихе. Православные притчи, сейчас немножко скажу. Видел кто-нибудь там? Первая притча, да? Да какой у вас талант, и у него голова закружилась, так еще показано. Это что за притча? Не видел? Надо посмотреть. Достойно и святого истину, блажите Тя Богородицу, и сна блаженную, и при непорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога слова родшую, сущую Богородицу Тя величай. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, любящего нас, и умершего за нас, и воскресшего для нашего оправдания, мы прославляем Тебя и просим, услыши молитвы о тех, которые не знают Тебя родных и близких, привлеки их к себе, и даруй нам всем иметь, и защищать свою первую любовь от нападок сатаны. Приготовь нас к встрече Тебя, жених души нашей. Тебе Боже слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Мы окрально-огражды должны завтра выехать, и так же, в общем, и защищать ее. Субтитры делал DimaTorzok Борода, без пояса, я уж не стал на замечание делать. Это вообще не годится. Мне вообще открыла одна, я говорю, приходите, я старообрядка сама в шортах. У них безбородок венчают. А к священнику вы подходили, там вот, у храма, у храма московской патриархии-то. Вы прям к священнику подходили? Никуда мы не подходили. Мы к ограде сунулись и вовремя одумались назад. Это самое опасное, это хуже еще и Швейцара. А я еще смотрю, куда же они идут-то, думаю, Господи, остановись. Мы шариков вспомнили. Так уже говорит, что дворника. Нам там делать нечего. Мы прочитали, что камень заложил и фископ Антонии. Ну, значит, это патриархийная. Раз патриархийная, значит, нам мало там попадет, это, не добровать. Когда эта женщина-то шел, разговаривал, цепочка, крестик-то у нее. Ты-то зашел, а я здесь, а я к тебе отзошел. Она мне телефон дает поговорить с православной. Герем, а вы откуда? Я говорю, потеряю в Мамонтовского района. Типа, а вы кто? Я говорю, как-то православные. А-а-а. Я говорю, да вы приходите в библиотеку побыстрее. Садись, молоденька. Это согласно. Истинно. Я потратил столько времени. У меня жизнь на это ушла. Чтобы это все-то дать, у меня запрещали 5 фильмы лагер смерти. Как полиция запрещена. Я это составил не в 3,5 кг, а в повышенном уровне. Я хотел ему подарить, не за очередь, а даже не шахта какая-то. Садись, садись, совсем. Что? Ну буквально на 3 минуты. Благословимся у меня. Ах, да. Это лучше. За 2000 лет 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 лет. Ну что ж, я в такую даль ехали не допустить, да разве Владыков согласится с этим. Если было лучше. У него было время. И вот это вот я все хотел бы подарить. Отец Михаил. Как мне это было взять? Вы в угол одно слово зарядите и играйте. Мои имя. Насладывайте им планты. Я здесь. Простите. Алло. Да. Получил да. Иван Васильевич. Нет, нет. Точно не приедем. Я понял. Василий Иванович. А. Да, да, да. Хорошо. А где у меня этот самый? Дурацкий телефон. Не едет. Я не дем не собираюсь. Скажите, Владимир, мы приехали в 2000 лет и здесь же дойдем в Горьев. Как он будет рад. Здравствуйте. Батюшка, поверьте, когда мы уедем, когда будем считать, он скажет, почему же раньше не стремится? Так вы просите семья на вырасти и безочного встречи. Ваши книги за ваши усвидетельствуют. Да. Что наши слова? Слова наши, и облицы наши никуда не ухажут. Да. Сейчас. Все. Я пытаюсь такой вид кроткий сделать. Все. А это нельзя скрыть. Он только благословил, он за 70 лет, ему старый так, а в глазах бойцовский дух. Воинственный дух. Почему? Мы все временно, староже, и мы воины Христа со Словом Божиим. Стараемся нигде лишнего не сказать, конечно. Нас принимают. И вот последнее, это мы вышли на сростки. И что интересно, вот я сейчас убедился, что архиереи полностью отрезаны от народа. Все архиереи. Пока ни одного не было. Пробиться к ним на полторы минуты нигде невозможно. Притом, звонит знакомый священник, как отец Иоанн, я с ним разговариваю с архиереем. Я говорю, я дары привез вам большие. Я 15 лет работал. И прошу не 15 минут, а полторы минуты. Не под каким видом нельзя. Обречены. Россия обречена. Без архиерея. Дальше. В Бийске пытаюсь попасть к знакомому архимандриту. Ты знаешь, кому. В одном храме нет, стоят какие-то, как говорят, амбалы. Здоровые, крепкие мужики, просто огромные. И он не здесь. Я пытаюсь вызвать доверие. Какое доверие? Со своим доверием меня. Ну ладно, ушли. Находим, наконец, где тот храм. Подъехать нельзя. А там рядом милиция. Это в Киргизии так. Они навешали везде кирпичей. Отгородили себе 4 квартала. Не подойти, ничего нельзя делать. А тишина зато, они спят дома. Проехать нельзя. С любой стороны заедешь, кирпич, кирпич. Видите, знак такой. Проехать нельзя. Это надо где-то звонить, говорить. В Киргизии это было, пока не произошла у них эта революция, и всех не поубивали там. Это не подъехать к самой милиции даже нельзя. И там храм. Мы шли-шли-шли пешком, наконец, дошли. Я говорю, дайте телефон, позвоните Архимандриту. Он моими трудами пользуется уже 30 лет. Мы лично знакомы. Ермоген. У меня телефона нет, который там дежурит. Я говорю, вы так встретили, напоили, накормили. Мы из такой дали. Я патриарху буду жаловаться. А ему хоть куда жаловаться? Хоть Господу Богу. Он не дал телефона. Почему не дал? Боязнь народа. Я тогда говорю, знаете, вот когда я объявляю о лагере, 65 тысяч экземпляров Алтайская правда печатает с обратными телефонами. Свободный курс. Там 10 тысяч. Какие только газеты. Есть Вещерний Барнаул. На каждом столбе. В эфире. На миллионы экземпляров тиражирует интернет. И везде мой адрес. На каждой книге адрес с двух сторон телефон. Почему же вы сторожу не даете? То есть вы заранее знаете, что вы никому не нужны. Вам никто не позвонит. И зачем давать телефон-то, когда я не нужен никому? Я понял, что к этим епископам нужно присчислить и архимандритов. С Игуменом мы встретились. Значит, Игумен еще рядом со священником. Священники идут на контакт. Приглашают к себе. Можно. И архиерея оторванная от народа. Это у нас опыт появился. И теперь, где бы мы ни были, мы к архиереям близко не подходим. Мы понимаем, абсолютная стопроцентная дыра. Там ничего нету. Там подойти нельзя. Даже такое сидели, договорились. Секретаря уговорил. Пока он там архиерея, я секретаря. И секретарь, он зашел, как пропал. И больше не вышел. Видимо, решили не выходить. Все равно ему надоест, он уедет. Как мало ребятишки. Это тоже опыт. И через это Господь показал, что мы должны быть в другом месте. И наутро мы приехали в Стросске, а у них там как раз это, шукшинские были чтения и прочее, и встретились с его дочерью. Как она оказалась там, в музее, уже все закончилось. Она сама говорит, что должна была быть в Москве, видимо, и подошла. И все это заснято. И она поняла, что это именно то, что надо. Как-то сделать так надо, чтобы мы начали то же самое выступать где-то. Я говорю, так нас что объединяют? Ну, я говорю, он тоже сапоги носил. Она говорит, ну и в сапогах вот уже объединяет нас. Хотя немножко, но объединяет дальше. Он старался жить по совести. Я говорю, он говорил, старался, у него не получалось. А совесть первичнее Евангелия, Христос говорит, это Ян Златоуст. Совесть это тот участок души, я говорю, из которой слышится голос Божий. И у нас хороший с ней был разговор. И мы сфотографировались, и все засняли. И там, которые люди были, пошли к священню, к освященню, как будто родной. Фотографируются, обычно они боятся. А этот пошел, да подождите, в Ахфрам побежал, я сейчас крест хоть надену. Совсем молодой. А вы мне Евангелие подарили еще когда в церкви раздавали, там около Покровского собора. У меня есть. Все сложилось одно к одному. Это все в награду за то, что мы претерпели в первый день. Я в это верю. Поэтому он говорит, у вас три поездки, а у апостола Павла четыре было. Он говорит, вам четвертая нужна еще поездка. Но я говорю, четвертая мы сейчас вот мы планируем. Если Господь благословит, то завтра мы надеемся выехать. выехать и как всегда просим ваших святых молитв. Препятствий не просто много, а океан. Но для Бога они ничего не значат. Ребята, вот Игорь спросит меня вчера, молитва, определенная просьба молитвы, помолитесь о машине, что нам с ней делать. Понимаете? Ну, Господь говорит, немногословьте. Я просто сказал, Господи, что наша машина колесница, поможет нам, или мы даже пешком идти. встал ребятам, говорю, ничего не надо делать, просто садимся и едем. А уж как Бог даст. Что нам Бог положит? Но мы делаем то дело, на которое Бог посылает только обвеченных силой и духом. Считаем, что нам доверено величайшее дело, и просто так покинуть его, это будет предательство. И мы просим вас, чтобы мы не смолодушничали. Игорь, я бы его отпустил сегодня, если бы он быстро натаскал брата нашего Виктора. Ну, это, конечно, не день и два, но неделя нужна. Мы стараемся, большие города сильно не лезть, правильно спятиться надо, не задеть, где остановиться, там разные развилки в городе. По-малому, ну, можно ехать на трассе-то, но в городе, и машин в море. Главную работу провернул, конечно, Николай Кручин. Где он проезжал, я глаза зажмурял. Думаю, вот сейчас раздастся, скрежет. Вот, притирку машины к машине не пройти ничего нельзя. И надо заедть в такое место, в тупике он, он назад машину гонит, как вперед. А у нас с одной машины, едет машина, с одной стороны со спичечной коробок, а с другой два метра. И он не может посередке машину загнать. Ну, какие же шофераты. Я стою, ахаю, гляжу, сейчас столб свалит. А ехать надо. Потому что не ради прихоти, не ради почести и славы стремлюсь, а Боже к небесам. Вопросы? Вы когда поехали, когда Сергея взяли, я себе думала, почему они Сергея взяли. Ведь это так рискованно. У него нет опыта. И такая трудная поездка. Я так думала, беспокоилась об этом водителе. Мы это знали, сестра. Мы все знали. Мы молились. Мама его сказала. Он очень легкомысленный. Зачем же вы берете? Я говорю, у него права есть. Но я вам сказала. И я это знал. Я перед дорогой провел большую беседу с ним. У нас выбора нет. Не было узора. Никого нету. Я просил всем. И Вадима, и Митю Капуся. Они еще и напоедали. Я даже позвонил отцу Павлу. Отцу Павлу. И он просился на первую поездку. Он говорит, я далеко от дома. Где-то далеко. У нас выхода никакого нет. Только я остаюсь. А я не знаю, как в кабину залезти даже. Время ушло. Но, несмотря ни на что, мы вернулись. Победа. Полная победа. И это сделал Господь. И чтобы не хвалились, и в нашей немощи он совершил. И дано жало вплоть. Ангел Сатаны удручал нас. Но все осталось позади. И при том вернулись за неделю. Мы ни разу так рано не возвращались. Теперь у нас план будет другой. В одном селе мы идем по селу, а другой просто к вечеру успеть до пяти часов. Дальше до третьего села доезжаем. Остановка. Ночуем в лесу, в степи. И опять начинаем работать по селу. Ходить, как всегда ходили, собирать народ. В следующем только библиотеку. В следующем подходим. По два, то есть в день мы должны проходить два села. Ну, это так пока в замыслах. Как будет дальше, это уже... Мы просто не знаем. Как Бог позволит. Вы к нам в Казахстан. А? К нам в Казахстан не приедете. Знаете, там другие законы. Они нас просто на первом шагу могут остановить. А на там уж не все вытрясут. Что я почти сказал. На границе, на таможне, там могут все выкинуть. Они нас тряхнут. Вываливайте все. Зачем везете сюда? У нас своя вера мусульманская. И все скажут вы. А у меня тем более книга написана про мусульман. Мы можем заехать, а пешком прийти домой. Сапоги на плечи повешиваю, как раньше в храм ходили-то. И пешком приду. Так что мы это думали уже. Но совесть наша подсказывает. Надо благоразумно поступать. Нам есть здесь, где куда развернуться. Если будет шофер хороший, вот был бы Николай, мы бы сразу застрял путь подержали в Томскую область. И могли к северу продвинуться. У нас все есть. И товар есть. И желание. И Евангелие. И приглашение. И Новые Заветы. То есть мы вооружены до зубов. Просто все есть. И знания. И как не было бы, мы сохранили коллектив. Ну, а тошли, которые... Это уже нужда была такая. Вот так. Большую, конечно, помощь оказывает собака с нами. Мы ложимся спать, отдыхаем в полном спокойствии. Никто не подойдет и ночью не порушит все. Он даже шевельнуться не даст. Он разбудит перед тем, как нам помереть. Мы очень благодарны Сергею, брату, что у него такая собачка. На собачку многие девятся. Тем более он тренирует и ищет дорогу. Я как только ложусь спать, а день-то сижу, в разных вернах только выскакиваю. Сделали все, до свидания, сфотографировались с библиотекарем на улице и дал потею. А у меня обезвоживание организма. Как только лягу. Я только сапоги снял, у меня ноги все судорогой стягивают. Я не могу не растереть ничего. Я начинаю пить водой. И где-то уже к полночи у меня организм наполняется водой, и тогда мышцы отпускают. Они, говоря, разрывают. Ниже, выше, до колен, икры, и до самого верху. Каждый раз. У меня быстро наступает обезвоживание. Но к утру я опять на ногах. И мне это не в страх, не в боль, а в радость. Мы благодарим Бога. И это ноги не оторвало, они у меня целые. Что можно сказать? Смотрим на звезды, молимся вместе, совершаем утреннее правило с поклонами, вечером с поклонами. Нам все еще нужно-то. Если какая-то неурядица случилась, ну, кто-то из наших там зартащился, ну, бывает, молодые, я сразу, стоп, машина, выключайте, выходим все. Сразу вышли на молитву. Сразу встали, помолились, теперь сели, ничего не было. С новой страницы опять начали. Как только достигнет накал какой-то, надо учитывать, что я-то кто? Зануда номер один. Я самое маленькое им прихватываешь. Сказал не так, стоп, что за слова пошли? Мы на благовестие. Никакого смеха, ничего нет, как вы говорили. Нет. Как чуть что выехали, странно, слово Божие считается, или песнопения божественные поются. Или псалтыр считаем, на ходу это все. Едем, считаем, поем. А уже, как дальше Бог примет? Дело в том, что с этой поездки уже Михаил забирает ребятишек, уходит. Остается Володя сесть, исполняющий обязанности начальника Лагида. Так что тут ребятишек мало. Поддержите ваши молитвы. Сказать в средства, что мы бедствуем, это неверно. Мы в норму входим. Подошли к этому человеку, я спрашиваю, как проехать туда-то? А вы куда едете? Мы туда едем. А что вы едете? Кто-то... О, так вам деньги на бензин нужны. Первый раз видит, вытаскивает, тысячу мне дает. Первый раз. Он в глаза нас не видел. Тут же, дядя, я говорю, тысячу, что я ему начинаю книги дарить. Ребятишки его здесь, взрослые ребята, там лет по 16-17. Мы их наградили книгами. Теперь, кроме того, что мы в каждой библиотеке давали, мы много дарили, где есть священники, дополнительно. А это шесть книг. Сравдно трех томник, полторы тысячи. Для слова Божьего, один, триста, тысяча восемьсот. Крестному православию если даем, это двести сорок, две тысячи уже сорок. И две симфонии на две тысячи триста рублей. В одном месте две тысячи, в другом две тысячи триста. Не считая, то, что сразу, которые книги есть, это две тысячи пятьдесят тысяч. Вот на три поездки мы подарили на семьсот пятьдесят тысяч. Если это успешно будет, будет миллион. Сегодня это никто не потянет, да и дарить нечего. Ну, нечего-то, ну, диск какой-нибудь, песнопение, он в Аптистской был, или песнопение один диск с нашей стабунов. У них ничего нет. Наше австокровище, его просто нет нигде. И когда смотрела эта дочь Ольга Васильевна, Василия Шукшина, и видела, когда наши книги разложены, я смотрел, она понимала. Они его издали сейчас, Алтайская администрация, делали сбор денег, чтобы издать Шукшина и совсем малым тиражом, кажется, маленькие, то ли шесть, то ли восемь, сравни с нашим наплылом. В нашей-то книге лежат, каждая поглотит четыре их книги на такой бумаге. Я раз смотрела, но я мысленно пытался понять, что она сейчас думает, глядя. Это вы делаете. Так вы, наверное, как раз те люди, которые нужны. Она видит, что делает совсем не то. Нас что объединяет? Да как бы это сделать, чтобы где-то там выступить там вам, сказать, так я же не обо всеми Шукшина буду говорить. Так это одно и то же. То есть она как бы смотрит шире памяти своего отца. Я так ее понял. и может Бог даст, что и будем сотрудничать вместе. У Бога все возможно. Мы вернулись, возблагодарили Бога. Мы собираемся. На пути у нас никто не стоит и ничто не стоит. Власть там нигде никак не помешала. Милиция задерживала не один раз. Мелочное нарушение. Вот последнее было. Из Сросков едем. А Игорь видит-то деревня-то качается. Деревня сроски кончат. А тут нигде надписи нету. А они там далеко-далеко домик стоит и там за домиком, за перевалом там стоит сроски кончат. А они-то стали в этом еще в деревню, а мы-то думаем, он тогда добавляет скорость. Не 60, а 70. Они чик. Все, попалась рыбка. Выходи, плати деньги. Я вижу, мне надо спешить скорее на помощь. Я сапоги скорее надеваю, а я сижу, чтобы ноги не сникали. У меня портянки связаны. И вот так ноги я на вязанку подвешиваю. Вот так вот едут. Подвешиваю ноги, как у барана заколотого. Где милиционеры? Два милиционера ростные стоят, ловят других кого. А этому они поймали, ему гонят в кабину и там рассчитываются. Я подошел, а вы знаете, откуда мы едем? А он знает. Сроски. Вчера там только весь этот Сабадуй был. Со всей страны машины были. А мы едем оттуда. Мы едем из библиотеки. У нас встреча была с его сестрой. Я скинул, а я показывал. Вот видите, библиотека. Вот батюшка с ростки где-то. Он глянул на меня. А Игорь ему уже оставил. Что ты ему оставил? Права оставил. Права оставил. А права это для шокеров все. А он, Игорь, пошел остальные документы, регистрацию брать. Он еще в кабине. А я разговариваю там с ним. Он на меня глянул эти права мне. Сунул папку. Езжайте. Игорь бежит с документами. Я говорю, не надо ничего, поворачивай назад. Это Бог делает так. Среди милиции или полиции есть люди, которые понимают. Я ему только показал. Показал всего два документа, что мы там-то были. Но если он нарушил, ну простите его. А он говорит, да я думал, что кончился этот, это село-то. А оно кончилось за бугром. Может быть, специально-то поставили такую ловушку устроили. Ну, едем, едем, едем. Нигде ограничений уже нет. Но он и добавил. Ну, вот так. И при том, это было не один раз. В одном месте даже милиция говорит, что там стиралисты или ваххабиты. Тоже задержали. Задержали, но я опять пошел давай милиции и вещи и опять меня штрафовали. Когда выезжали в Барнолу, гляжу, Игорь, я там уже не вышел. Ну, там, ну, простите, мы едем уже к дому. Милиционер простил. Гляжу, Игорь поклонился. Милиционер говорит, скорее в кабину и тоже. Нас прощают. А я говорю, щита молитвы на крыльях несут нас. Сушите сухари, уходим до зари. Ну, как? А если бы этого не было, ничего не было, и вы бы не собрались и не слышали. Так в этой рутина не шла бы жизнь. Думали, все, ладно. Без свидетельства о Христе наша жизнь намного тусклее была бы, как без этого лагеря. И жизнь наша тусклее была бы без потеряевки. И благодаря тому, что у нас на табунов мы еще заберемся. Эти табуны по щиту. Тем более, вописка потараемся где-то найти отделенных. Наверное, сколько от них подарил. Вот, врахомник и все. Ну, дорогие, вопросы. Своим домашним, кого нету, Игоря, Игорю расскажете все, как есть. Но, Игорю, сурово вы говорите, как можно было нас покинуть? Подсунуть туда и забросить? Все ваши эти молочные дела можно было оставить? Да не можно, а нужно было. Меня просто покинули, кинули. Ну и все. А дальше вот такая вот. Теперь, говорит, поговорка есть такая, носивая кобыля, за 7 лет объезжать будем под сервис. А вот такого найти, настоящего человека, ему заплатить, и я буду знать, что он ничего не открутил. Он при нас уже вытащил, на полотне раскрыл и нашли, писав, стружка проколола внутри, вообразить нельзя. Кто сделал это? А кто знает, что? Мы же ничего не видели, что снимали, куда уносили, этого не было. Сережа тут вообще ничего не видит. А я с собакой гулял на улице, дрожал там стоял. Дрожал от страха, что они используют. Так все и получилось. Я проверялся и вижу, что они разбросали машину, делать нечего. А территория огромная такая, там ангары. Я с собакой шел, шел вокруг, а там загородка, и дальше начинаются брошенные какие-то, видимо, машины, и все бурьяном заросло. Я ушел туда с собакой, вязал ее и встал на молитву. Господи, что с нами делают? Почему ты покинул нас? Мы же твое дело, Господи, делаем. Я не могу к этим людям подойти даже. Такой страх у меня. Что делать? Выходим оттуда, и вот, видите, так все получилось. Они еще не знают. Я знаю, где защиту искать. Нина подарила мне сотенку четких. Мне потеря была дорога, и отец Геннадий дал по 23. А на 23, как это, 23, что они означают, я даже не знаю. Ну, оставлю на память кому-нибудь. А это дала сотенку мне. Да принесла три. Выбирай любую. У нее иконы выцвели. Многие. Надписи нет. Правило эти иконы повелевает не подвергать поруганию и сжечь. Она говорит, я не знаю, где, как в городе. Ему все это собрали, а у нее все стены уклеены. Там журналов вырезала, где. Ну, непонятно даже, что у них. Совершенно все это собрали, и в первой же полосе все это помолились и сомби. Еще нету. Правило повелевает поступать именно так, не на поругание. Ну, как после крещения в укромном месте, не на попрание. Ну, Господь нас сохранил. Мы вас всех помним, просим взаимности. А уж как дальше будет? Намерение наше есть не кончать даже четвертым путешествием, вернуть себе раньше, как полторы недели или больше, где полудаешь и как Бог усмотрит. Вопросы? Андрюша, у тебя большая надежда, что придет время, ты скажешь, я, братья, готов. Сено заготовил, картошку выкопал. Это тогда не скоро будет. Ну, не скоро будет. месяц. Пока картошку берут. Месяц. И в сентябре мы знаем, когда в сентябре попался. Если ничего нет, благодарю от всех вас, кто принимал участие, что на дорогу давали. Только огурцы сегодня какие собрать, в сумочку надо в такую, не в салафановую, чтобы... Ну, она просто вся покрывается, она мокрая делается. Большой бак на сколько литров воды был? На 40, наверное? литров. литров, да. Представь, огромный у нас бак. И он стоял, его дергало, и в нем прохуделось, и он начал течь. Литров на 20, наверное. А? Литров на 20, наверное. Ну, я думаю. Канистра 20. Огромная канистра. А теперь поменьше берем и этими по 5 литров, которые побольше. Потому что все-таки готовить надо, и нам вода нужна и для протирки, и везде. Господь нас благословил, мы вернулись и в мыслях у нас отправится заново. Поблагодарим. Достойно. Достойно есть твою стину Божи Тетя Богородицу Пресно блаженную и пренепорочную И Матерь Бога Наш Бог честнейшую хирургин и славнейшую без сравнения с лягин без устрения Бога Слово Можи сущую Богородицу Тетя величайна. Господь и Бог наш, Отец Небесный, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, умершего за наши грехи, и желающего нашего спасения, прими наше благодарение за прошлое поездки, как ты дивно нас сохранил и продлил нашу жизнь. Благослови нас на предстоящее миссионерское путешествие, свидетельство о имени твоем святом и о скором твоем пришествии. Благослови правителей страны и патриарха, дабы издавали мудрые законы, и чтобы священство не препятствовало благовестию. Сохрани живущих здесь и жилища наше от пожара, от воровы, от нечистой силы. Тебе единому слава, отцу и сыну и святому духу, ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Спаси, Христос. Но дальше ты не пойдешь. Это мне церковь. Вся полнота широта только в церкви Христовой. И мы оттуда как раз. Так вот мы сели за стол утром, рано, чтобы... И вот я вспомнил, как Авраам прислужил ангелам. Вот точно так же. Он так вот стоял. И где еще подать? Только снимайте там. И все это снято было, кажется, или за столом. Как будто перед ним ангелы были. Нам эти слова люди говорили. Мы выглядели намного выше, чем мы есть. Это молитва. Молитва как ореолом окружала нас и в глазах этих людей. Вот отец Геннадий. Да что сравнивать? Я и отец Геннадий. Он свеча, горящая на вершине там, скажем, дерева, елки. Да я это там внизу копошусь. Вот он обхватил меня, обнял, и он не отпускает. Это все заснято. И это не в одном месте. Вот приезжаем отец Василий Толстенко. А видите, этот начал Володя снимать немножко. А он не люблю я это. А он военный следователь бывший. Все убрали. Я ему только одно. Маленько погоди опять отец Василий. Ну как бы обратно поедем? Народ-то собрать. Да как соберешь? На среде недели, да вы не знаете когда. Я опять. Маленько пройдет, я опять. Отец Василий Толстенко. А можно бы собрать. Как? А в воскресенье ты, у тебя есть хотя пять человек приближенные? Ну там сидит там Александра, Татьяна, Людмила. Ты им скажи, чтобы народ к ним подошел и оставили свои телефоны. Когда мы сообщим, что мы едем, эти пять человек ключеобразно раскинут на всю общину. Но дальше не шло. И вдруг он все сделал. И не только снимать не против, а уже на треножнике специалист стоит и заранее ждет. Специалисты, большие специалисты ждут. И все народом заполнено. Надежды никакой не было совершенно. Но это для нас, по-человечески. Потому что он сказал мне, да это не конечное слово. Конечное слово принадлежит Богу. Петя там был. Полностью отказался везде петь. И ушел, и купил какую-то фазенду в горах и живет. Полная трагедия. Потерял веру. Его сын, он был здесь, коротко биография, могучий голос такой, из себя такой представительный, представляешь. И он служил в Антоне. И полюбил, прежде чем в Диакон, надо жениться. И там была такая девчонка, ну, ну, прям небольшая совсем, вот как у нас, Лена примерно, такая, чернявенькая. И она ему отказала. Как такому парню можно отказать? Что она что-то видела, дальше не знаю. Она отказала. И он ничего лучше не придумал принять в монашество. У него в природе все многодетные. У него все заложено к тому, чтобы по другому образу. Ну, и да, дальше началось что? Характер в нем этот остался. Он заканчивает там консерваторию. И теперь, как лучший, там, баритон выступает в Белорусском театре, они пишут в интернете. Наконец-то у нас получен редкого таланта. Он на международных конкурсах выигрывает. Мне даже деньги однажды прислал. Что? И женился. Он ко мне прижал по теряпку. Что делать? Полюбил девушку. Я против того, чтобы принимали обеты. Самое лучшее вот было, вот, Елисабета. Марфа-Мариинская обитель. Они монашеский обет не принимали, но ходили в одеянии, все как положено. Она ухаживает в лазарете там за Степаном Ивановичем. Он выздоравливает, и пока ухаживали, они поняли, без друг, без друга им трудно жить. Она подходит, матушка, ходила я за ним, ну какой хороший человек, Бог в помощь. Благословила и поехала, вышла замуж и живет. Я вот за какое. Здесь, ну, совсем по-другому. Он приезжает, я говорю, ты дал обет перед Богом. Совершилось таинство. Я могу сказать, прекратить принимать монашество, но ты должен выполнить, ты уже принял. С Богом не шутят. Бог говорит на небе, а ты на земле. И Бог разрушит твое дело. И все разрушено. Я с ним сейчас беседую, это все на фотографиях там. Он говорит, никакой у меня веры нет. Я это ни во что не верю. Полная, абсолютная трагедия. Это сын священника. Поэтому, где ты Богу дал обет, не играй. Мы едем на великое дело благовестия, заповеданное Христом, совершать только в Духе Святом. Ждите обещанного Духа. Мы долго ждали. Мы получили благословение. Может быть, в Евтихе будем остановимся, мы не знаем. Поэтому, сегодня мы хотели поблагодарить Бога, вас, и мы уезжаем. Сейчас пообедаем только, и мы поехали. Коллектив у нас собрался такой, что мы с тиреем молимся, чтобы нам дорогу это не распасться, не разъехаться, пешком друг от друга не уйти. Но вернулись все вместе, опять собираемся. Это чего-то стоит. Я скажу, что им со мной не сахар. Но я-то ведь ничего другого не требую, кроме полной безопасности, сохранить машину, сохранить груз и вернуться домой. Задача была выполнена. А какие были неурядицы, вот представь, я ему говорю, пиши смс, что просишь прощения у тещи, у жены, вот брату. Он согласен. Он говорит, я еще не готов. Другого выхода нет. Ты их обижал, ты должен горнуться другой из поездки. Ну и с каждым я веду такую работу. Понимаете, чтобы не допускать нигде никакого хамства, неуважения и быть внимательными, слышим, что люди даже мимо проходящие, сказал. Милиционер какой-то, они смеются надо мной. Они не спрашивают. Я говорю, вон полиция, надо спросить. И каждый раз, когда у полиции спрашивают, они выйдут, покажут и выходят, главное, из машины с автоматом. Я этого не видал. Дело очень серьезное. И они рассказывают, они как уходят по лицу, ну вон ваши друзья идут. А я что, я их врагами никогда не считал. И при том, ни разу не было, чтобы они не ответили и точно не показали. То есть, это навигатор живой. В навигаторе могут быть изменения, которые еще не внесены туда. А это живые люди. У нас не было не выполнено ничего, даже в Плишкино, в этот лагерь, прошли мои книги. Все Евангелие отдали. И отцу Геннадию, Василию по 2000 этих Евангелий дали. Теперь они загружены работать. У отца Василия, вот эти наши приглашения-то, людям раздали всем, чтобы они по городу раздавали. Мы уехали, у нас там продолжается работа. Это новый уровень совершенно. Но сеющий, поливающий, ничто. Мы знаем, это круглый ноль. Бог, поэтому он возвращающийся. И молите, чтобы дело-то не заглохло. Конечно, невозможное Бог делает, но трудно к этому привыкнуть, что Бог на такое ничтожество и обращает внимание. Все у меня. Мы уходим. Сережа еще-то руку поднял. Еще с нами ездила собака. Не секрет, что я дрессировкой занимаюсь-то. А для чего я этим занимаюсь-то, вот и вывелось. То есть, он нам был по споре, прям мне понравилось, что он подружился с Игнатием Тихоновичем. Кличка у него ураган. Я ему шил на лапы перчатки, такие резинки сделал, чтобы он там ничего не покорябал в машине. Сначала он вроде как к Николаю он за рулем, ему вперед надо смотреть в лобовое. Николай, вот сейчас как мы поедем, то что. Я сначала хотел клетку, думаю, и две собаки брать. Клетку, клетка, и они в фургоне выехали. Игнатия говорит, что не пойдет, клетка много места занимает. Как? Одну собаку надо отдавать. Я куда? Кто же на все до осени-то собаку-то возьмет? Я куда-сюда? Ну, кому? Чужая собака, нужна взрослая причем. Я куда? Она дрессированная? Мы знаем, что он дрессированный. Я к Николаю. Николаю вроде тут козу мне надо продать. Если продам, тогда возьму. Давай молиться. Вроде согласился. Потом на тренировке женщина. У нее кобель четыре года. Я вот так и так едем на благовестие, надо одну. Можно я возьму? Я говорю, да пожалуйста. И она мне звонит. Говорит, такая радость. У меня, говорит, пес-то бестолковый четыре года уже. Убежит куда-нибудь. Я кричу, он не прибегает. Твоя тайга бежит, его за ухо хватает и приводит мне назад. Я говорю, ты, чтобы она его уши-то не отстригла, ты поводок привези, дай команду поводок. Она за поводок схватит, его, как козла, приведет к тебе. Она мне звонит, говорит, ну надо же, я просто в шоке, что такие собаки бывают. Мало того, я приехали, и мне же тайгу-то соскучился, я попроведовал, она даже ко мне не идет. Она уже, все, у нее хозяйка, но она ее балует, раскормила, она вот такая вот уже жирная. Я говорю, не надо, она спортсменка, у меня не с ней выступать, ты что делаешь-то? И она, а можно, говорит, я как-то поучаствую в вашем деле-то? Она оказывается верующая тоже, учредитель детского мира вот на Исакова магазин, зовут ее Ирина. У нее там проблемы, землю не отнимают, помолись. и достает 5 тысяч, дает вот вам на бензин. Зовут ее Ирина, молитесь о нее. Они хорошая, добрая такая женщина, богатая, неимоверно, но сердце, она, видно, добрая. Ну вот, я рад, что вот моя собака послужила вот в таком деле, кличка Ураган тоже за него и водой там его. Мошки у нее уши накусали. Что делать? Игнать Тихачев, святой водой дал мне ватку, натер, смотрю утром, нормально, души не натер. Охраняла, это как? Охраняла. Насчет охраняла. В машине кто-то подойдет, все, он сразу проходит, корова, если лошади, он сразу, кошки там, охраняет здорово. Приезжаем его, палатки ставим, на цепь, и он охраняет. Как-то раз слышу ночью, гав-гав, а слышу лает не как на чужого. Думаю, да что такое? Потом спрашиваю, они в 4, им не спится, они в 4 утра встали, давай хворост ломать. А ему же охота палочки, он за палочку все, что хочет сделать. Если палочка... Ломает хворост просто. Да. А они ему подкидывают, он этих... палочки ломает, и он... Счастье лает. А мы же спим, ему надо потихоньку, а он... все это. Ну, благословенно, я рад. Я хочу сказать, когда ехали дорогой, а он... ну, жара такая, я ему говорю, ты терпи, едем в Байкал, ты воды напьешься байкальская. А когда доехали, Сережа замочит ноги, теперь привитнет земля туда, я говорю, Сережа, ну я же ему обещал. Я опять, я же ему обещал. И, наконец, его завели, его там видно, как он... Так, поблагодарим Бога. Так, минуту, что-то мне звонят, чуть-чуть. Чуть-чуть. Говори. Все поговорили. Я все сделал. Мы у нас собрали, заканчиваем, сейчас поговорим. Завтра хоть и уезжаем. Ничего не знаю. Где он, батюшка? Его нету здесь? Он у Марина. Батюшка, у Марина спрашивают. Ну все, отошел, да? А! Ладно. Сестра интересуется. Так, Симасен, спрашивали про тебя, разговаривающий Адашев. Было что, я говорю, было что. Я не настаиваю ни о чем, но возможность даже изыскиваться. В этом направлении работать надо. Так, к нам какие наставления, пожелания, обречения? Помогите. 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 Мы знаем, что здесь нам мощная поддержка идет. А материальную помощь через Людмилу Степановну. Я сразу сказал, в этот раз мы не берем ни рубля, потому что нам со стороны люди подавали и нам должно хватиться. Мы же не просто берем, а отдаем бензоколонки. Достойно. Достойно есть истину. Блажите Тя, Богородицу, пресновлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Серафим, безыстрения Бога Слова Родшую, Сущую Богородицу Те величаем. Отец наш Небесный, Владыка, Создатель и Зиждитель всего созданного, мы благодарим Тебя, что позволил нам снова возвратиться к родным и близким по духу. Ты позволил похвалиться именем Твоим Святым, что мы знаем Тебя и слышим голос Твой, и видим заботу и благость Твою хвала Тебе, Господи. Не отнимет нас милость и снова благослови в неменьшей мере. Если будет на Твою милость Твоя Святая, возврати наш, чтобы и выход был, и вход благословением. С кем встретиться, что сказать? Мы ничего не знаем, Господи, но к Тебе обращаемся. Благослови. Тебе слава за всеотечественный Святой Дух. Аминь. Уходим. Нам надо было до Кемерово. Нужно сегодня подсчитать, насколько эта трасса длиннее оказалась. Я не хотел в Новосибирск заезжать. Из Новосибирска. Через Новосибирск проезжать, это для меня мучение. Вот она дернется, машина запор, дернется затор, дернется упор, не двинуться ничего. А тут мы в движении были. Я все думал, какие люди, как работали, помолимся о них, поблагодарим Бога. Как инженеры, как они это все думали, вот на такой высоте, а тут надо прорубиться, а вот здесь вот надо насыпать, там огромный-огромный вал идет. Это 20 месяцев. Это вообще подвиг настоящий. Мы незнакомых людей просто как бы зрим и благодарим Бога. Потому что мы тоже воспользуемся их трудом. С нас за это никто не берет, чтобы по этой дороге, ну там, при регистрации машины что-то там за дорогу-то берут. Все равно. Вот это основное. А подробности в каждом, где вместе были, это невозможно перестать. Все везде по-различному. Настолько по-различному, что соединять не приходится. Люди разные. И мнение их разное, а провожают одинаково. Вот как будто мы из одной семьи все выходят, фотографируются, благословляют. Мы просим их помолиться, и мы дальше двинулись. Если это не два, а 35 пунктов, то это чего-то стоит. А у меня бумаги и целая уже пачка. Теперь мы Новосибирск. Это отдельная карта, отдельная папка. Ну и как уж Бог даст. А в палатках вам не холодно спать сейчас? Спали в палатках. Сейчас же. Перестали, ребята, от земли холод, туман. И Андрей переместился где сиденье переднее. Достаточно места два метра. А для троих, да? А Андрюша сделал решетку внутри, в грузовом отсеке. И там Сергей там картон, дальше у него спальный мешок, он закрылся и не мерзли уже. А то там палатки там у меня свалятся все. Я тогда взял иголку, удусть, и свое одеяло сшил из него мешок. Самая трудность залезть, а еще труднее вылезть. А так как мне ночью приходится несколько раз вылазить, то я полночи залазил да вылазил в него. Она как щелок получилась. Я у Сергея заметил, замерил, какой у него мешок, мой, конечно, ужин. Но я перестал мерзнуть. Я не раздеваюсь, они там новые носки надел, шапочка оказалась у меня. Ну и все благословенно. А то я думаю, как они в палатках, сейчас холодно стало. Интересно, как они там В палатке невозможно. Они встали и сказали холодно. Все, больше там не будут. Ну и переместился. Я не мерзну. Андрей говорит, а я тоже не мерзну. А он головой лежит сюда, где у меня ноги. А мне туда ночью выходить надо-то. А машина это, это не такая, как там у Глушкова. Ну что ты дверями хлопаешь? А у нас чем сильнее хлопишь, тем дей лучше. Русская машина, если не хлопишь, она не закрывается. И поэтому определять силу удара только ты. Чуть меньше, она не закрывается. А его голова рядом. Представь, как возле головы-то. Я говорю, как ты спал-то? Ничего, нормально. Что все? Хлопай. Стараюсь полностью не закрывать как-нибудь. Но собака нам дала покой. Мы ложимся спать. У нас напряга нет никакого. совершенно спокойно. Я ложусь, как будто я дома. Вообще даже нет. Нормальные сны, видишь, там бывает, что как будто дома побываешь. Ну и слава Богу. Так, всех благодарю. Кто помнил, кто молился, кто ждал. Я правда, Андрею тут выговорил, я говорю, хотели им явиться тайно, а он уже, я сказал, страсти, Саша, да я говорил, молчать. А он тут, вы же, из биноклям стоят, крутят, крутят. Мы последний день, антракт молчания, чтобы больше неожиданностей было. Сегодня праздник, был на десятке. Вот как это будет дальше, мы не знаем. Но вот мысль у нас такая, я дальше ребятам сказал, мы на этом-то ведь не остановимся, если мы пройдем даже Санкт-Петербург. Следующий центр будет у нас в Берлине. И мы дойдем до Португалии, на пароме в Англию, опустимся в Грецию. Это вполне реально. Если будут деньги, откроем визы, для нас это совершенно реально. Не представь, Маринке, позвонили, Марина выходит. Книги вам не надо, да? Представь, русские люди, мы бы по храмам бы поехали. Центральные библиотеки стран, там это, мы бы вошли как надо. И Сюрикс, где Ленин работал, и везде. Но это только из области фантазии. А в то второе, вот я говорил, это через Саяна. Если они подготовят там нам такое место, где нас ждут, где разгрузят, где можно ночевать, разложить, то есть как бы потеряевку туда отнести и поставить. Вот. Но об этом можно уже молиться. Мы уже прям вплотную подходим, что это заканчиваем, и дальше нам далеко уже ездить. Далеко. Мы уже Томск, это надо через Кемера и через одну область. Это не через район, через область. Даже от Томска прямо добарнуло 526 километров. И тяжело, и убьется, и техника. Но если так будет, ну, Богу, значит, угодно. А нет, значит, мы выполнили, что могли. А книги-то кончаются. Я сколько раздавал, раздавал, и получилось у меня сейчас так. На 100 изданных книг примерно 95 в подарок. 95. А остатки там где-то кто-то бывает купил. Это настолько незначительное. сумма только на бензин. И мне не жалко, нисколько. Я представляю, как эти читатели, как на полке это стоит, спрашивают, как назвать. Во свете Библии можно назвать, или открытым оком. Вот два названия. И я просто знаю силу, которая в них заложена. Почему? Потому что там, в каждой книге, 3000 примерно ссылок на Священное Писание. Там все проникнуто Словом Божьим. Но написано без угождения кому-то. И они могут что-то найти. Вот отец Иоанн там был, его вызывали, и вызывали, батюшка уже звонил в дороге. Митрополит, там сенсоров назначили, книги-то он там не смог сдать, их задержали, и на исследование. Ну и нашли что-то. А он где-то, я, сказал про какого-то архиерея, этот Лапотников. Даже фамилию-то не знает. А что сказал? Про какого? Никто не знает. Ну покажите мне, отец Иоанн. Да вы что придумываете-то? А потом у него Смоленская Божья Матерь, название храма, и архиерей служил там. Батюшка наш звонит. Ну и как? Как будто ничего не было. Они нигде ничего не нашли. Я говорю, там ничего нет, кроме того, что обречает вашу леность и корысть. Трусость. Вот это вы найдете. Найдете вот так вот. Почему? Это Библия. Наш архиерей, Евтихий сказал вам, никогда Игнатия не обвинить вне православия и книги его. Они сугубо, и он сугубо православный. Это Евтихий сказал под закрытие занавеса. Теперь вот батюшку-то управляющий-то вызывает. А зачем ему я ходил? Пускай оттуда приезжает, ты им никому не подчиняешься. Московская патриархия, мы с ней никак не связаны. Они теперь будут давить только через Иллариона. Еще не было никакого акта. Я говорил, это самое правильное решение. Так и получилось. Все развеялись, а мы остались. И мы ничего не меняли. Признавали благодатность. У нас хорошее отношение со всеми. И мы стоим на месте. Под патриархией мы никогда не пойдем. Никогда. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Это смерть. Просто это удушение. Всех принимают в местах, потому что они ничего не слышали. Только в интернете. Знают только хорошее. Но их натравить, батюшка наш говорит, это в один день сделают. Сейчас архиерей новый, даванул. Но что интересно, о нашем архиерее нигде хорошо не отзываются. Когда узнаем, какие ваши отношения, я говорю, с тем были хорошие, а с этим никакие. И они сразу о нем говорят неодобрительно. Много говорят о патриархии, священнике неодобрительно. Я не пристраиваюсь. Я говорю, ну вот это он сделал правильно. Разделил епархии на три. Огромные епархии. Не добьешься приема. Да как так? Правильно сделал. Я еще раньше говорил. И не потому правильно, что он сделал, как я говорил, а потому что это правильно. Еще что-то. Я сказал так, он говорит, ну вот, я прочитал, одна журналистка написала, что патриарх говорит, я вечером прогул, есть у меня с собакой, я с ней там пробежку делаю, там километров пять иду, то другое. Да какой же патриарх с собакой? А я наоборот увидал в нем человеческое, незасушенную мумию. Я говорю, понимаете, у меня отношение в этой области другое. Монаху-то рассказал собакам. Посмотрите, какая у собаки конура. Что тебе кажется, а не золото. А рядом монах жил, говорит, как в конуре. Это как? Я и заглох. Я-то не для этого сказал. А мне зачем туда присуседиваться к чужому разговору? Что хорошее, патриарх, вот мне это нравится, я сразу сказал. Вот это, он за русский язык, мне это нравится. А остальное, он сам за себя ответит. Но под него я никогда не пойду и никому не посоветую. Они разрушат все до основания. А возможно ли встреча? Возможно. ему докладывают о положении. И они не знают, что делать сейчас. Они пытались у батюшки антиминца отнять. Он говорит, возьмите, я на нем не служил, у него свой антиминц. Я когда езжал, митрополит Виталий завел меня в тайную комнату, несколько антиминцев повесил, скрыть, на груди, через таможню я все пронес. Так что, мы неуязвимы. Они пытаются сейчас через митрополитов арсенофия, это дело производителя, первое лицо после патриарха, батюшку нашего вызывает. Слыши, а батюшка, я говорю, ты не ездишь, зачем это нужно? Им надо, пусть приезжают. Мы никакого отношения к ним не имеем. Они могут их осоветовать, могут приглашать, а от меня надо, я поеду или не поеду. Мы им предлагали, рабочая группа, вызвать тех, которые охулили, вызывали нас в милицию, травили, давайте разберемся один раз, до конца договорим. На каком основании, пусть они представят факты, я не устраняюсь от беседы, у них ничего нет, кроме злобы. Вчера благословились, мы утром приехали, он уже в милицию вызвал, говорит, это свидетеля Югова. Да какую совесть-то надо иметь. Как у нас священник один ходил, и что мы Божью Матерь не признаем, икон нет. А когда его посадили, я ему передачи носил-то, теперь из-за него ходил в прокуратуру и писал в Генеральную прокуратуру. Его выпустили, прошло время, а теперь он к нам стал ходить. Я говорю, ну ты, Володя, знал, что у нас иконы? Я знал, и знал, что Божью Матерь почти там, ну конечно знал. А зачем говорил, а что к вам люди не ходили? И ты знал точно, абсолютно точно. Ну как я могу с уважением относиться ко лжи? Когда он знал, что неправду говорит, и говорил специально, чтобы люди не ходили, а пришло время, сам стал ходить. О, как у Бога вымерено. Ты не знаешь, где придется тебе умирать. К слову сказать, у нас дома было так же. Моя мама, как говорят у старовера, с самокруткой убежала из дома за отца. Он такой видный был. Ну, а родители-то, ее матери, они не хотели. А Степан, это вот, Агафья Степановна, это ее отец. А они с моим Тихоном-то, с отцом-то родные братья. И он как-то пытался там примирить. Они говорят, а там какой-то, я его не видал, какой-то Филя, дурачок был Трубачевский. А вы за Филю Трубачевского отдали бы свою дочь. Вот как они считали отца моего. Почему? Он выпивал, а у них это не принято было. И они имели основания так думать. А что, у них три сына, прекрасные сыновья, Макар, Филарет, Эммануил. Они никогда не думали, что будут с внуками с нами знаться. Но ушла и ушла, туда ей дорога. Дочь волю родителей нарушила. А вот она война. Всех троих взяли, ни один не вернулся. И осталась одна моя мать и внуки. Теперь мы у деда учимся, к нему приезжаем, старые обиды забыты. И они выпрашивают одну, вот Дуся, чтобы она у них воспитывалась, какую-то замену, даже свою фамилию хотели переписать. И старики тосковали очень сильно. И не думали, дед-то умирает, а бабку теперь берут сюда, и она у нас живет. И теперь отец это припоминает все. Мой отец. Меня за Филю Трубачевского считали. Дурачка-то где-то. А у меня живет, а я ее ни разу коргой не обозвал даже. А она ходит, бабка-то там, ну и ж, юбка, ничего нет, ничего не держится. Отец-то не видит и растопщет другой раз по комнате-то. И еще. Ну что сделаешь? Старый человек. Они никак не думали у меня быть, отец скажет. Опять походит. А ведь я ее даже коргой ни разу не назвал. Понятно? И поэтому заранее вымереть, сказать, что ты мне не нужен, не знаешь, как мышка-то с львом в сказке-то прижал ее случайно. Она говорит, я тебе сгожусь, да как ты мышь? Фу! А может, ты сгожусь? Его поймали, сет такая подняла, и он заорал, там, охотники придут завтра, они его убьют. И она ночью-то все перегрызла, он выпал оттуда из этой сетки-то. Лев. А мышка-то, она быстро перегрызает, там, канаты-то-то перегруза, ложь, а в ней намек, добрый молодцы, муру. Вопросы? Советы какие-то есть, как улучшить нам, но мы не умеем по-другому. Мы увидели, что Бог нас примиряет с теми людьми, которые не расположены. Он дает нам желание, дает здоровье, благословение, и везде священники молятся о нас, везде. Зовут, давайте молебен отслужим. Ну, везде. Нигде не было проклинающих, были только благословляющих. И мы по-другому не умеем. И мы уезжаем, везде оставляем пачку пригласительных, и они берут библиотеку, и теперь дают. То есть у нас то, что мы по домам делали, теперь мы оставляем. Так тем более мы давали, кто никогда не ходит. А это те люди, которые считают, они прямо библиотеки отдают, а не по домам. У меня вот такое предложение. Ну, вот почему-то мы-то, нам бы ездить в воскресенье в деревни ближние, и там проводить занятия. Да, поехали. Доброе дело. Тем более, если мы там были, там уже основания маленьких. Приготовить занятия, провести занятия. Слушай внимательно. Ты меня знаешь? И кто делает предложение, я тому говорю, доводи до конца. Вот с сегодняшнего дня молись об этом, убеждай братьев, найди шоферов, вот он сидит уже один есть, найдется и другой. Ну, вот и хочу подходить. Вот все, вот бери на себя это. Вот тебе эта мысль благая пришла, доведи ее до конца, а не просто предложение сказал, да и под стол. Вот мне предложение я сделал, я до конца его довожу. Литература снабжена, машина куплена. За машину только одну третер считали, все остальное на мне висит в машине. А я, я себя не хозяин. Машина переписана. Виктор Николаевич. Не, неужели Виктор Николаевич-то? Прятался. Хозяев. Хозяева, ну-ка встань. В машине у меня не претензий, я просто сзади сижу. Меня умотало там на машинах-то, она идет, а бывает такой вот асфальт, вот так вот, окачает, как в люльке-то. Я ничего не могу сделать. Лестовку в руках держу, и лесовка вдруг упадает, я уже заснул. Укачивает. Ну, опять проснусь, сам себя ущипну там давно. Олег, я погодясь, через какие-то минуты я опять за уже, глаза слепаются и все. А слепаются, я думаю, как бы шофер не заснул. А как шоферу не слепаются. А у шофера привычка уже. А мы чего не найдем? Шофер да помоложе. Помоложе. Помоложе всегда и спать охота. Ну, как нельзя. Дуся дала маленько пастилу, так я ее свернул, помаленьку, ему чуть-чуть вижу, как не спит ему раз, вижу, пожевал, чтобы пока чем-то отвлечься его от сна. А рядом Сережа. Сережа, не спи, разговаривай как-то с ним. Ну, видно, что устал вчера. Ну, нам надо из гор вырваться, вырваться, ночевать. Мы не можем выйти. Я уже вижу, что вышли в темноте и заканчиваем в темноте. Ну, ясное дело, где-то конец-то должен быть. Он говорит, за руль только что держится. А машины идут и идут, и свет уже светит. Андрюша, терпи. Ну, вырвемся мы. Наконец вырвались. Все. Приехали. Приехали, и утром, я не буду живу их ничего, они сами стоят. Лежите завтра хоть до 10. Ну, кто будет лежать до 10, когда там дома ждут? Утром встали, скорее 5. Так ты на последний день, ты так каждый день делай, во сколько проснетесь. Мы сейчас вообще не торопимся. У нас демократия. А говорит, пол шестого стоит. Ну, хорошо, так ложимся там, другой раз, 9 нету. Мы темняются, если пораньше мы выехали. Да, они тогда врянуло. Солнышко еще, а мы уже готовим, поели, походили маленько. Ну, срай, что там делать-то больше? Ну, и ложитесь, ребята. Мы посчитали, 7,5 часов, все надо. О, хорошо. Это нормальный совершенно сон. Ну, бывает и поменьше. Да, если у нас нет. Летом, да, было. А сейчас нет. Советы, предложения. Приняты. И благодарю, Женя. Хороший совет. Доведи до конца его. Видно, больше ты не пустослов. Я об этом, знаете, давно думаю. Думаю, Игнатий Тихонович там ездит, а мы тут сидим. Не сидите. Да хоть бы съездить занятия проводить. Женя, вот Иран Затонс говорит, вот люди идут в пивнушку и говорят, увы, мне слушаю, а не делаю. Он говорит, вот это, увы, начало покаяния. То, что ты сидишь, они ездят, а я сижу. Вот это и есть, сначала уже работа. У тебя уже мозги работают в нужном направлении. И за это Бога благодарит. А они вон рядом сидят, думают, когда же меня позовут. Да я вот хочу к нему подойти, хочу к нему подойти. Да на нашей деревне. Вам ничего везти не надо, кроме Евангелия. Кто придет? То есть нет, приготовить занятия, что сказать? А в всех пунктах, которые рядом, везде книги есть. Мы прошли у Рыху, там и Корщина, везде есть. Вам теперь легко. Приходите, по домам объявления сделайте, пригласите людей. И сделать занятия, провести, приготовить, что сказать. Если Евангелия вам нужны, Евангелия, то теперь у нас не Евангелия Тиана, а Евангелия Тиана с римлянами вместе. Я вам дам. Ну да, если поедете. Пожалуйста, приходите, берите. Главное, чтобы с ними по беседе поговорить. и бери к себе, переноси, и от себя из дома начинайте выезжать. Пут отправления в твой дом. С удовольствием, я бы согласилась, если бы только шофер согласился. Так, с сегодняшнего дня, ты помни, на тебе это обязанность. Все. Слава Богу. Здорово. Давайте достойно пропоем. Достойно есть я, когда вестину вожить Детя Богородицу в преско блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую хирургин и славнейшую без сравнения серафин, без искрения Бога слово ручую, сущую Богородицу Богородицу и Матерью. Господи Божий наш, слава Тебе за милости, что продлил нашу жизнь. Ты благословил наш выход, благословил и вход, и возвратил нас к жилищам и к родным. Слава Тебе. Мы просим милости Твоей, возрасти все посеянное. И помоги, Господи, слышанные желания и сестры благовествовать. Устрой это дело. Во имя Твое Святое мы просим, ради пролитой Твоей крови, да будут найдены новые души. Сохрани нас от пожара, от воров, от нечистой силы. Тебе за все слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Слава Богу. Спасибо. 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 Александра со своим красивым двоточком так и ходит. Володя, ел туда. Куда? Ну, я там к ребятам. Там на полчаса это самый конек на зароде докидать там. Четыре копешки. Я не против. Говорят, ты на службу вечером не стал в субботу ходить. Вчера я щену возил, что Игорь не ходил, я не ходил. Ну да, а прошлое перед этим? Перед этим дворой ловил. Один раз я только так пропустил, и то я на щене был. не все. Так, у меня поступило такое сообщение, вы, говорит, ему помогаете, а он, говорит, в этот день, когда вчера помогали тебе? Нет, вчера я сам один. А когда помогали? Позавчера. Позавчера. Ну. Помогали, говорит, ему, Володя ходил, пришли домой, он, говорит, мертвый, пьяный, лежит. Еще, говорит, пола пота. Ну, потворствуйте. Накрыться. Ты возьми, просто, мы помогаем тебе, потому что ты одинокий, больной человек, а не для того, чтобы ты был свободный и валялся. Я так крутанулся, у меня раз в спину схватило. Надо 4-5 часов лежать. Ну, лежать-то не пьяным, Ну, не пьяным, но лежать надо. Ну, полежал бы. А лежал пьяным. А лежал, говорит, пьяный. Мне говорят сегодня, ты, говорит, потворствующему, ты ему даешь эту фору. Так, нет? Да, так, так. А мне стыдно слушать от людей, и мне людей жалко. Ну, какие люди, Валя, давай список. Я иду, Володя едет с вилами. Ты лежишь на крыльце, неуменяемый. Все. Каких еще людей надо? Володя, не родственник, помогает. А этот родственник, палец о палец не ударил. Три операции было, он даже, кипяченой воды не подал мне. Три операции перенес. Я шибко плохой, а он шибко хороший. Так он-то сейчас не об этом говорит. Я сейчас не об этом говорю. Подожди. Он говорит о том, что, это несправедливо, вы помогаете, а он в это время пьянствует. Это я говорю, это я говорю. Мы можем не помогать, Игнатий. Как хотите? Нет, почему? Мы хотим помочь, но чтобы ты тоже как-то... Все, я это... они завтра два мужика крепких могут прийти. Я был в Санкт-Петербурге, в Москве, у больших и великих людей по медицине. Ну и что сказали? Ну и я стараюсь соблюдать, что они мне рекомендации какую-то дали. А какую дали? Ты уже как приехал от Наташи, ты уже три раза пьяным приезжаешь. Ты приехал с Корчино, и ты неуменяемый. Три раза только я знаю. Я слежу за тобой. Я в Корчино приехал. Ты с Корчино как съездил, как приехал, и все, ты уже неуменяемый. Три раза после Наташи. Наташа сказала, профессор тебя смотрела и сказала, когда натомируют таких людей, как ты, у них мозгов нет, одна труха. Это слова Наташи. Труха. Понимаешь, обидно, понимаешь, все плохие, ты хороший, но нельзя же так, чтобы он свела, ему это надо, а ты лежишь. А что все плохие? Все плохие. Были бы хорошие, ты бы не собрался, не уехал. Мы здесь все плохие. Я по своим делам уезжаю. А что плохие, это Игнатий, как это с Галей ты здоровался, я видел. Она вот так стоит, смотри, он пришел, Анфим зовет, она с горожаток встала, как бык, и даже не вышла с ним поздороваться. Анфим говорит, что это исповедник пришел, пророк, учитель. Но это кто виноват, что она так вышла, как бык? Но она не пьян, не пьянчушка. Нет, нет, кто виноват, Игнатий или Галя? Дьякон, это уж клирих, вот так, раз, насупится. Но кто в этом виноват? А помнишь, я сейчас прошу, кто говорил, что один день прорабом работал? Не, ну один говорил. Ну, я тебе доказал, что не один день, а 211. три-два раза соврал. Да. 16, ты открытым окном написал, было по дворей, у нас было 13. Подожди, подожди. А он больше соврал, 700 раз тебя. Ты на 30% соврал. Ну, где соврал, где? Ну, что в 16 по дворей, никогда потеряевки не было. Вот напиши. Павел, да не об этом же речь-то идет. но ты чуть-чуть соврал. Домов, домов, и речь идет о том, что они тебя окружают, у нее очень сильный демон, она сама рвется уехать, и она тебя вышибла отсюда. Ты туда едешь, среди алкашей, там смерть тебя ждет. Смерть. Это от нее, у нее очень мощные демоны ее подсажены. Тебе зачем? Ты слышишь на мать, когда она говорит, за Игнатием пойдешь, погинешь. Михаил, почему не приезжает? В 8 лет ни разу. Ну, еще. Ты был в Тюмени. Хорошо. Ты в доме жил? Что? В доме, который, на какие деньги домов, баррикан на 3-4? Ну, почему не благодарят? А вы же, а? Я говорю, ты должен ему хоть раз, на День Ангела, это ноги целовать. Ну, хорошо, кто купил дом? Кто купил дом ему? Ну, ты купил. Я купил. Они продали дом, мне хоть 1 рубль дали? Не знаю. Да ты знаешь, прекрасно. Половина дал, я Барабашов тебе половину дал, половину Михаилу отдал. Все? У меня ничего нету. И они недовольны. Почему недовольны? Так это с кого спрашивают, с меня или с него? Но, когда его стали... Заочно не судят всех, надо очно собрать. Они надо собираться, тут так все на глазах. В 8 лет вы не переписываете с ним. Сейчас вообще не переписываете. Он не алкоголик, ничего. Сейчас еще раз говорю. Не пьян, филолог. Филолог в штибле-то ходит, в бане он ходит. Ну что собираешь? Ты что попала? Я нормальный человек. Ну нормальный человек так не делал. Ты сейчас только сказал, должен ноги целовать, а он... Ты же сейчас только сказал. Я рекомендации даю. Я чем перед ним виноват или что? Рекомендации даю. Кому ты рекомендации можешь давать? Михаилу. Ну так дай. Теперь смотри. Когда его в дьяконы стали рукополагать, там вопрос стоял, имеешь ли на кого, что он сразу же мне прислал письмо, просит прощения. Да, прошу прощения, виноват, не надо. Ирина тоже все. Я говорю, я никогда ничего не имел. У меня вообще нет ничего. Понятно как? А теперь опять после этого вообще мы не переписывались. Он опять с той позиции, опять туда вернулся и опять поехал. Человек, который во лжи. Вот допустим, корова идет, вымя грязный у всех. А один ты своим горбом вот этот переход сделал. А зачем? А он сделал, чтобы водку покупать ездить. Ну кто виноват, если он человек так понимает? Я говорю, Павел один горбился здесь, бетонировал, доски возил. Ваши коровы ходят и ни один не помог. Так? Да. Ну вот. А что я могу пойти сейчас Жене доказать? А что я ему докажу? Он говорит, виноваты все. Я говорю, кто виноват в сыну гибель? Ты его задавил. Не я. И следователь не расспрашивал, какая вина твоя, моя. А одно, какие отношения между сыном и им были. Все. Следователи никого не допрашивали. Я говорю, что нарушение, что он кошку сжарил. Это вранье, неправда, не жарил ее. Кто? Это, Оська. Какую кошку? Ну, кошку зажарил, Господь его за это наказал. А кто сказал это? А? Кто это говорил? Виктор сначала говорил. Какой Виктор? Савченко. Да Виктор не говорил, ты просто не расслышал. Может и не расслышать? Это нет. Это никто не говорил. Что на учебе, он там характеристик... Господь, если бы он отказал, то к утру половину потерять не будет. Да ни одного не будет на земном шаре. А? Потеряешь ты где-то. Вот так. Вот Валя, о чем и говорит. Тут ребята помогают. Ну, ты покажи, что ты хозяин, ты трезвый. Не то, что ты лежишь, а они будут помогать. Я, что это... Мы тебе обязаны. Это Ленин провел с колодцем. Ну, у меня даже вот это вот вверху заварить плита для голубятия, это твои руки золотые. Тебе цены нет. Ну, зачем так поступать? Меня же подожгли и меня же этой пинка дают. Я виноватый. Как виноватый? Тебя подожгли? Она беснуется, Родиада, а я должен горбатиться. Павел, мы сейчас подожгли. Это ваше дело. Я говорю, я пришла по вопросу. Мне-то зачем ты трясешь чужие... Нет, ты говоришь, зачем ты уезжаешь? Я говорю, на этом у меня есть причины. Я тебе обещаю. Я очень рада, что ты уезжаешь. Знаю, я хоть рада за тебя, что ты едешь. Она беснуется, Родиада, под каблуком у него... Подожди, сейчас послушай. Послушай, послушай. Подожди. Пусть она говорит, это родная сестра наша. Ну, все. Давай. Я ей говорю, что ты уезжаешь, я даже очень рада. Ты это должен делать. Езжай. Все. Но вот так нанимать людей, помогать, а самому лежать, это не по совести. Это даже стыдно мне лично от людей. Что я могу ответить? А тебе не стыдно за мужа, что ты три раза операции сделал, он лежит, и это, ошибка хорошая, ошибка плохая. Это нехорошая тактика. Ты не ответил на вопрос, а сразу ее под дыхло бьешь. Ну, пьяные не пьют, пьяные не валяются, а почему Иисус Христос их не любит? А ты бы сказал, Володя, пусть поможешь, пока я лежу, болею. И все. А у него серое вещество не работает? Нет, Потому что, Володя, я живу, говорит, по своим силам. Почему должен пуп рвать? Ты живи по своим силам. Ты один. А ты все, везде, ничего нету. в конечном счете. Ну, я кое-что благодарностью встречаю даже. Да. Вот и все. А вы ошибку, святые, боитесь оскверниться? Нет, почему святые? Чтобы никому не помогать. Нет, Володя помогает. Ну, скажи, вот этот дом тебе помогает? Вот этот дом тебе помогает? Конечно. Конечно. И вот этот дом нам помогает. Мы тебе благодарны. А сколько лет помогала Ирина? Духа, я, это все забыто. Ирина, это все забыто. Помни, мы все повязаны. Ты бы, давно бы уже в сырой могиле лежала бы, чтобы он 7 лет, 7 детей родить, и она бы одна, никогда бы их не выкормила. Я говорю, Володя, ты будь благодарен. Тебя столько народу помогали. Я сам для себя хочу жить. Я говорю, как это так? 7 детей родить, и она еще ходит, и на велосипеде ездит, и все. Да она бы загнулась давно, Валер. Ну, Бог так устроил. Любовь на первом месте. Да, да. У меня все любили. У меня Фавел любил. Значит, главный вопрос такой. Ребята помогают, а чтобы ты не пил. Вот и все. Они помогают, потому что любят тебя. Я тебе говорю, что я был в Санкт-Петербурге, в Москве, у великих людей. Вот позавчера, говорят, Володя помогал, а ты лежал без сознания. Было или не было? Петербург это оставим пока. Было, я так как утонулся, у меня спину схватило. Ну, хорошо. Ты бы полежал со спиной, то а пить-то зачем? Ну, это может... Ну, ты знаешь, как я болею? Ты мои болячки, разве знаешь, но я же не пью. Ты зато командуешь. Ну, конечно. А по-другому никак. Нет, потому что у тебя нервная система распадается. Ты когда командуешь, вот. Тогда, когда она восстанавливается. Да, без выпивки можно. Первый раз слышу. Наоборот, когда командует, наоборот, нервы трепят. Голландский ученый исследовал. У тебя расширяется нервная система, хорошо. А как же я зимой живу? Никого нету один. Не может быть. Как? Я один закрыт, и меня никто не знает. Всю зиму командовать. Я нигде, ни с одним человеком не встречаюсь. И не командую нигде. Я сейчас в церкви не проповедую, в печати не выступаю. Я все отошел везде. Я знаю, только сижу на форуме и помолиться. Больше ничего нет. Но, я тебе скажу только что, я тебе желаю благо, и чтобы ты там не погиб. Потому что скотину держать нельзя, воды там нет, живут алкаши, воры. Что ты там будешь делать-то? А у тебя тут, смотри, какой простор. Ладно, пошли. Бегом, уходи. Просто бегом, беги за мной. В таких палатках мы ночевали. Да? Да, да. Когда придет Сергей, ты скажи, чтобы он туда направлял скоты свои? Ладно, скажу. Вот наша палатка. Это Сергея Пупкова. Она против комаров, мошек. Здесь воздух уходит. Здесь тоже. Это все закрывается при желании. Дождь уже не замочит. Сухо. Змея не укусит. Ну, конечно, против зверя тут мы уже не защищены. Но у нас есть собака, которая охраняет нас. подаст сигнал на случай, если кто-то придет, подойдет в палатку. За все. Слава Христу. Слава Богу. Они вон как облепили со всех сторон вся эта мошкара, комары, палатки наши. Но проникнуть не могут. Ибо все запечатано. Все на замочках сделано. Благослови, Господи, тех, кто это придумал все. Даем душевного спасения. Двухместная наша палатка. Очень удобная. На всех Господу нашему слава. Аллилуйя. Есть Оллилуйя. 1980. охранять ее. Оллилуйя. 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 Олдуйя. Да, Алтайский. А мне отчёный, я сам с Алтайной. Алтайский, наш. Мужичка, совсем наш. Мы недавно отправились. Да. Вот она. Вот она. Давай эту машину, да, она выгоняется. Там кто-то узнаёт. Там кто-то узнаёт. Серьёзно? Да. 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 Он смотрит тысячи боевых. Но ищут масты. Я ר waking aple nervous mind. А чего кушевуюOoh2унуюowo Редаку поставить ебут? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...